Ну, то есть я и, ну, ссылочки просто они списывали, переписали себя. Я в том, что, видите, как, вот в книжках это либо отсутствует, да, либо написано так, что ненадежна черта. К сожалению, вообще вот, к сожалению, по магнетизму хороших нету просто. Есть хорошие книжки, я бы сказал, так вот, по той части, которая сказывается с техническим магнетизмом. То есть вот там, где речь идет о доменной структуре, о техническом вымогнищивании, о потерях и так далее. То есть это книга, уже что-то есть. Ну, вот есть, где-то, как это, это, главное, так, главное сказать, что есть, такой есть. Ну, здесь нет, именили пока, то есть берегали все это на тот момент, когда... Нет, ну, по-настоящему, да. Ну, вы могли идти в ангибное исключение, когда мы идем. А вы в старе посмотрите? Ну, в конце концов, его мейл можно послать в Японию, сейчас уже такой вот, вторая половина рабочая книга. Нет, Игорь, он сразу отвлекается. Ну, ладно, извините. Видео, чтобы найти бумажку, приходится в Японию мейн, писать. Вот такая ситуация. То есть, на самом деле, вот, вещи, которые здесь я вам буду рассказывать, они, в общем, в книжках их так вот найти в одном месте, где-то, тем более, довольно-таки. Ну, давайте вот дальше пойдем. Ну, здесь кропкое содержание, просто речь идет о неких элементах теории свободного атома. Ну, это все дальше то же самое, все про свободный атом. То, что вот, кстати, вот до сюда, это я то, что рассказывал вчера на лекции, потом переход на ионы в кристаллы, кристаллическое поле, замораживание. Это то, что мы уже проходили, на самом деле, с вами. Ну, а здесь только вторая часть будет спинного взаимодействия. Тоже мы с вами вообще, на самом деле, проходили. Вот. Другое дело, что здесь какие-то вещи будут дополнительные. Ну, кроме того, так все, здесь все это, кроме вот тех, значит, комбинации с двух пальцев, из трех процентов, да, комбинации, вот. Вот, о которых вы представляете, да, здесь какие-то формулы, там, соотношения, там, и так далее. Вот. Ну, и в конце, видите, вот еще какие-то специальные вопросы, связанные вот с теми же магнитноупругими взаимодействиями, магнитоэлектрическими, вот, сверхтонки взаимодействиями, и так далее. Вот литература, то, что есть по магнетизму, я бы сказал, на сегодня, ну, это вот, как бы, наши книжки на русском языке. Это, конечно, вот толстая книжка, Вансовская, вот такая вот, толстая, в общем. Ну, видите, толстую книгу всегда читать довольно сложно, там, не всегда, не всегда понятно, а что ее вообще, ну, от начала до конца, что ли, читать. Вот тогда в жизни не хватит. Это правильно, в жизни не хватит, чтобы ее разобрать от начала до конца. Вот, потому что там аккумулировать, ну, в общем говоря, не только Сергей Васильевич Вансовский, эту книжку писал, как есть теородел, и не только теородел, там еще и отдел магнетизма, институты физики металла. Вот хорошая книжка, бывает квадрат теории магнетизма, но в ней то, что касается микроскопической теории магнетизма, то есть происхождение, как бы, магнитных взаимодействий и так далее, там относительно слабо освещено, но зато там относительно неплохо освещены вопросы, связанные с восприимчивостью, с фазовыми территорами, такими вещами. Тябликов, методы квадрата теории магнетизма, очень популярная книга, кстати, она, ну, правда, как и Вансовский, ну, Роберт Уайт, это переводная книжка, конечно, а Вансовский переведен на английский, Тябликов тоже переведен на английский, Тябликов Сергей Васильевич, кстати, Вансовский тоже Сергей Васильевич, это очень популярная книжка. Вот, на самом деле, я много вам говорил о том, что теория магнетизма, она, вообще говоря, популярна и всех теоретиков, неважно, занимается магнетизмом или нет. Почему? Потому что есть понятие, как бы, методы теории магнетизма, вот эти методы, они достаточно универсальны в теоретической физике, ну, прежде чем это иненсированное состояние. Абраган Блини, ну, вот, кстати, надо сказать, что эта книжка, она такая вот странная, издание 1972 года, если бы вы эту книжку посмотрели, она издана на такой бумаге, увидев которую, автор Абраган. Абраган на самом деле, он из Одессы. То есть, эта книжка, это, в общем, нашим соотечественникам написана, хотя он, я, правда, не знаю, как сейчас, ну, он же после эмиграции жил, ну, а эмигрирул он еще где-то там в далеких годах, я не даже не представляю, наверное, скорее, в 30-х годах. Вот, он, когда увидел эту книжку, книжку на русском языке свою, да, ну, вместо того, чтобы обрадовать себя, вот книжку издали в России, ну, популярность, ну, ничего, 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 ничего. Потому что он стал ругаться, там, ну, наверное, не материться, потому что он все-таки из Одессы. Почему? Потому что, а, издана на такой бумаге, вот, ну, просто стыд. То есть, сегодня такой бумаги, даже как оберт еще вы не найдете, это, это раз. А, во-вторых, она, конечно, издана без соблюдения всяких авторских прав. Дело в том, что Россия до, что, я боюсь вам рать, ну, предпочитающий до 80-го года, вот, не подписывал эту конвенцию об авторских правах, да, ну, и передирало просто бессовестно, знаете, как контрафакт, сейчас говорят, да, вот, там, какие-то диски, там, и так далее. Ну, а этим занималось наше родное государство, вот, и все, вот, вы обратите внимание в библиотеке журналы, посмотрите, вот журнал, например, физ. Ну, самый популярный физический журнал у нас, да, до, вот, 80-го, примерно, года эти журналы, они передернутые, да, ну, как передернутые, это просто берется, картируется оригинал, вот, а потом он оформляется как журнал. Там такие корочки делаются, ну, корочки чаще всего были какой-то билетно, такого, голубого цвета, вот, и я раньше по неизванию думал, что это так и есть, потому что это оригинальный журнал. Нет, это был передернутый. Это, конечно, был незаконный сэр, то есть мы не платили никаких там авторов ничего, вот, ну, и обратите внимание, что после 80-го года с какой-то задержкой уже появились оригинальные журналы. Ну, вот вы возьмите оригинальный журнал «Физрефер против», библиотеки есть, скажем так, вот, ну, это бумага какая-то, вощеная, вощеная, сейчас еще она не хлорированная, психологически, там, значит, она, соответственно, с этими солдатами и так далее, вот, ну, вот Абраган дважды, так сказать, обижен и качеством издания, и тем, что вообще на самом деле он как автор остался без таких лига здесь дивидендов всех изданий. Вот, видя, вот эти два автора, так вообще об этом даже в голову не брали. Вот еще такая книжица мы с Игорем Демьяновичем давненько уже ее издали, как некая фасобия, вот как раз по вопросам, связанным с многоэлектронным атомом, с атомом водородом, многоэлектронным атомом, атомом в кристаллах, то есть там многие вопросы изложены, хотя в том, что касается магнетизма, не так много. Идем дальше. Итак, свободный многоэлектронный атом, ну, вот просто здесь, опять же, содержание, я остановлюсь, коротенечко на электронных состояниях, но это вы все как бы уже знаете, поэтому здесь некий просто экскурс, как бы, в истории уже. Волновая функция электрона, NLM электрона, вот она представляется в виде произведения радиальной части, но главу известная вам, ну, это орбитальная только часть, если мы еще учитываем спин, то, по идее, надо еще домнажать это на спинную функцию, ну, вчера потом говорили. Вот, электронная энергия, вообще-то говоря, она в атомах зависит от NL, хотя в атоме водорода, видите, она зависит только от N. Это вследствие того, что в атоме водорода потенциал действующего электронных, чисто кулоновский потенциал, то есть потенциал точечного заряда. Ну, и здесь вот показано, что вот эти единички, это атомная единица, 27,2 электрона вольта, ну, и, кроме того, определение атомной единицы, где кулоновская энергия, это классическая кулоновская энергия взаимодействия электрона с ядром в расстоянии воровского радиуса. А воровского радиуса, например, 0,529. Знаете, для теоретика иногда эти вот 29 тысячи, ну как-то согревает душа, он думает, так, все-таки я 29 тысяч не буду считывать, может, у меня лучше согласен с экспериментом будет. Это наивные такие, ну ясно, что это вообще копейки, ну добавить что-то. Ну, теоретику приятно, вот он так пытается, может, через коляточки, как-то не всегда получается, но так хочется. Поэтому иногда еще следующие снасти пишут, ну это не от хорошей жизни уже. Токовое и не токовое состояние. Вот мы об этом много говорили в магнитизме, что, да и на лекции по планам, что на самом-то деле вот эти L, M состояние, они токовые, как бы. Собственно, отлично от нуля значение M указывает на то, что мы имеем дело состояние, в котором отлично от нуля проекция момента орбитального значения магнитного момента на ОЗ. Ну, а если это проекция отлично от нуля, это означает, что по классике мы имеем дело с неким круговым током, ну, который как раз, который как раз формирует, как бы, этот магнитный момент, который направлен по или против АЗЗ. Ну, за заключением состояния особого, как у всего равного нуля, оно не токовое. Вот. Но из-за него состояние можно сформировать их нетоковые комбинации всегда. Ну, это фактически эквивалент стоячих волн. То есть, если у меня ток по или против часовой стоянки движется, но если что, комбинирую, то есть формирую суперпозицию к этому состоянию с одинаковым весом, конечно, я всегда получаю нетоковые состояния типа стоячей волны. Ну, вот здесь мы видим для P-электрона, когда элемент с единичкой и не токовое состояние, их обозначают PX, PY, PZ, это фактически просто декартовые компоненты, соответствующие неприводимые компоненты, потому что функция волновая для P-электрона, это фактически векторная функция, ну, ее можно записать либо в неприводимые компоненты, это будет L-представление, либо в декарты, вот они здесь все декартовые компоненты выписаны, с ними связаны не токовые состояния. Вот это тоже на данный вид, конечно, что если у вас P-электрона, D-состояние вырождено, то это означает, что вы можете сформировать из этих трех или пяти случаев D-состояние, можете сформировать как токовые, так и не токовые состояния. А уж дальше, что брать, токовые или не токовые, зависит от конкретной задачи. То есть понятно, что если вы решаете задачу с магнитным полем, ну, очевидно, надо брать токовые состояния, потому что они отвлекаются на магнитное поле, магнитное поле их сортируют как-то в соответствии со значением проекции момента и так далее. Ну, а если вы рассматриваете задачку в электрическом поле, то лучше стартовать с нетоковых состояния. Ну, и здесь вот выписаны известные, уже ставшие классическими нетоковые состояния для D-электрона, которые в типе пять состояний подразделяются на два ИЖ-состояния и три по два ИЖ-состояния. Ну, эта классификация, она формально соответствует как бы классификации по неприверимым представлениям, точнее, по базисам неприверимых представлений группы УБА, ну или группы ОКТРАЭДР или группы ОКТРАЭДР. Я в том, что представление D2, группы вращений, по которым преобразуются вот эти вот пять функций, в группе ОКТРАЭДР разбивается на два неприверимых представления. Ну, мы об этом тоже говорили. Это мы с вами довольно много чего уже наговорили. Е, ну давайте так вот я нахожу, Е плюс Т2. Это означает, что, на самом деле, из 5D функций можно сформировать базис двумерного и базис трехмерного представления. Вот они и есть здесь, ЕЖ-орбитарки, базис двумерного представления, и ЕЖ-орбитарки, базис трехмерного представления. Но вот эти ЕЖ-орбитарки, они здесь названы по названию в соответствующем неприверимых представлениях, Ж указывают на чертность только всего лишь в состоянии. Эти орбитарки стали жить своей уже жизнью такой, как бы и не связанной формально с там кубической симметрией. Просто очень удобные представления. Дело в том, что реальная симметрия может быть значительно ниже кубической, но, тем не менее, на практике теоретики, экспериментаторы пытаются все-таки работать именно с ЕЖ и Т2Ж состояниями. Другое дело, что в случае куба вот эти два ЕЖ состояния имеют одну и ту же энергию, то есть это вырожденный библиот, а эти три Т2Ж состояния тоже будут иметь одну и ту же энергию. Ну а если у вас симметрия ниже, ну тогда неприведимые представления группы куба будут дальше расщепляться на неприведимые представления группы более низкой симметрии. Ну и с физической точки зрения это приведет к тому, что эти состояния, ну то есть эти уровни начнут расщепляться. Ну вот это будет зависеть уже от конкретного понижения симметрии. Идем дальше. Ну вот здесь электронный спектр представлен. Ну картинка просто электронного спектра для атома водорода и для, скажем, многоэлектронного атома уже не атома водорода, а многоэлектронного атома. Вот, пожалуйста, здесь видите атома водорода, ну вот у вас энергия только от N зависит, ну и дальше вот при энергиях больше нуля у вас пошел непрерывный спектр сплошной, ну в том и другом случае. А в случае многоэлектронного атома, ну здесь масштаб не соблюдается, конечно, здесь просто переведены эти уровни в одном масштабе, ну да сравнивают. Хотя, а нет, атома водорода это соблюдается, не-не-не, я не совсем прав, атома водорода это соблюдается, потому что видите, в атоме водорода энергия основного состояния, минус Z квадрат на 2N квадрат, это минус 1,2 в атомных единицах, вот как раз минус 1,2. Ну а многоэлектронного атома, это вот так же заряд ядра, в поле которого как бы движется электрон, мы вчера говорили, он может для первых раз не быть, для разных электронов. Вот, и если в атоме водорода вот это расстояние по энергии порядка 10 электроновольт, то, скажем, в атоме кислорода вот это же расстояние будет сотни, ну я в прошлый раз говорил, порядка 900 электроновольт. И второй момент, на который надо обратить внимание, в атоме водорода энергия только от N зависит, ну а многоэлектронных атомов, одноэлектронная энергия начинает зависеть, конечно, еще и от L. Хотя эта зависимость, ну вот здесь это подчеркнуто, ну относительно слабая, вот, но, опять же, я вчера говорил, что эта относительная слабость, она относительная, конечно, потому что она относительно слабая на фоне вот этого большого расстояния, то есть этой большой энергии, вот. Но, если мы начнем сравнивать вот эту разницу в энергии от 2С и 2П электрона, скажем, ну, например, с кристаллическими полями, которые действуют на атом в решетке, ну тогда, в общем говоря, могут величины быть сравнимыми. И тогда этот эффект будет относительно, ну, может это относительно сильно. К чему он приведет? Ну, во-первых, потому что влияние поля решетки может привести к сильному перемешиванию СФП состояния. Вот. Другими словами, нужно, чтобы на него действовало электрическое поле, потому что СФП состояние перемешивается в электрическом поле. И мы с вами Фетштадтка, который как раз на этом идет основа, для состояния СФП 2 рассматривали. Вот такая картиночка, ну, конечно, в случае многоэлектронного атома, это очень такая картинка для иллюстрации, как здесь приведена. Вот. Ну, это, видимо, к магнетизму переходе. Значит, магнитный момент. Ну, здесь надо обратить внимание, что здесь некие технические есть такие погрешности. Значит, магнитный момент с электроном, он состоит как бы из двух частей, спиновой и орбитальной части. Они сюда входят со своими гермагнитными отношениями, спиновой и орбитальной. Здесь С жирный, Э жирный, это вектор, как бы, да. Ну, вот видите, Мю нежирный. Вот, вот, черт возьми, терапия, редактор. Он никак не может, ну, вернее, может, на самом деле, эти вот греческие буквы жирными выдавать. Но там надо специально возиться, они некрасивые получаются. Вот. То есть это тоже вектор, конечно. Ну, и вот здесь вот дальше расписаны гермагнитные отношения через магнитон Бора. Он везде один тоже входит. Это фактически яички измерений, как бы, в моментах электрона. Ну, и соответствующие G-фактора, Gs и Gl. Ну, или в общем случае, если вы хотите оперировать не отдельно спинным, отдельно орбитальным, а полный момент, ну, скажем, ватоме водорода. Ватоме водорода. Спинный G-фактор двойка. В орбитальном ничке. Магнитон Бора и H на 2 mc. Здесь Е положительная величина. Ну, а G-фактор, который входит сюда, G-йод. Или фактор Вонгой его называют. Ну, вот он здесь тоже приведен. Мы об этом, кстати, говорим с вами. Это вот такие простые представления о магнитном моменте электронов вообще в атомах. Вот. Дальше взаимодействие с магнитным полем. Ну, вот здесь рассматривается взаимодействие. Здесь тоже мёд, жирный, должно быть. Это взаимодействие стандартное. Это взаимодействие магнитного момента с однородным магнитным полем. Потому что на самом-то деле, если ваше поле неоднородно, то здесь, например, надо так же, как в случае электрических неоднородных полей. То есть вводить что-то типа аналога мультипольного разложения. То есть тогда нужно будет вам характеризовать неоднородное распределение магнитных моментов. Каким-то образом. Ну, вводя, повторяю, величины, являющиеся аналогами мультипольных электрических моментов. Тут мы с вами один пример такой величины рассматривали. Это тароидный момент. Тароидный момент – это одна из характеристик неоднородного распределения магнитных моментов. Значит, токов. Но на практике в магнитизме, ну, я бы сказал так, что все, что касается взаимодействия с неоднородными магнитными полями – это экзотика считается. Экзотика. Вот он хоть раз не показал этот второй момент – это жилье. Вот чувствуешь, какую-то ерунду голову не морочить так. И в очередь экспериментаторы правы. Почему? Потому что их убедить можно только прямо вот сесть рядом с ними, вот с экспериментальной установкой. Вот видите, вот здесь он работает. Ты можешь это объяснить по-другому? Не могу. А вот я вот тебе сейчас объяснил. Ну, вот он не сразу, конечно, так. Просто я доверяю теоретикам это правильно. Ну, в конце концов, может быть, поймал. Ну, и тогда уважать теоретику себя заставить. Тем самым. Вот это стандартное взаимодействие. Здесь надо обратить внимание на что? Что магнитный момент электрон ориентируется по направлению магнитного поля. Видите, я здесь поставил задать вопрос. Утверждение супер такое сложное, да? Трудно понять. Мы со школы знаем, что он, конечно, всегда по направлению магнитного момента выстраивается. Но дело в том, что любые школьные истины, как бы, надо всегда, ну, проверять. Ну, по крайней мере, если не проверять, то, ну, так вот наверху там брать с осторожностью. И ниже мы увидим, что действительно это не всегда так бывает. Вот. Ну, а дальше вот, да, поехали дальше. Это формирование многоэлектронной состояния. Вот что возьми, мне надо было на вчерашней лекции это все показывать. Потому что, ну, вот я вот как-то не готов оказался. Потому что для меня казалось неожиданно, что у нас есть две недели осталось вообще. Вот, формируется многоэлектронная конфигурация. И вот здесь, ну, КАППА вообще, на самом деле это буква КАППА. Ну, вот пример какой-то конфигурации, видите, которым соответствует незаполненной 3D оболочке. Ну, собственно, это будет конфигурация, которая соответствует радионам и атомам группы железа. В зависимости от N, ну, разный геометр или атомам. Почему? Энергия конфигурации это просто сумма одноэлектронных энергий. Видите, вот ЭПСОЛНННН и число заполнения от N-состояния. Ну, вот здесь вот 2, 2, там 6, 2, 6, N. Ну, и сумма получим полномерно. Вот. Дальше. Для заполненных оболочек полные орбитальные спины моменты по нулям. Вот. Я вчера объяснял почему-то. Ну, очень простой факт, что если бы это были не нули, ну, это бы означало автоматически, что у вас несколько функций должны описывать такую оболочку. Ну, а заполнение можно всегда провести только одним способом. Вот. Изначает всего одна функция, плюс 7 лет. В чем в спине орбитальные пространства в семье, это означает, что полные орбитальные спины отопынули и могут быть. То есть, вот обратно мы элементарно это доказываем. Но если не заполненная оболочка, то понятно, что устроить N электронов на 10 мест, например, D оболочек, там, 10 свободных мест, да, у вас, скажем, N меньше, ну, 6 положено. Ну, так, я, ну, мастер. Я слышу, что 6 электронов на 10 мест, вообще говоря, можно по-разному так, как-то устроить. То есть, это что вы говорите? Это говорит о том, что, по крайней мере, в этом случае мы сталкиваемся с появлением зарождения. Ну, то есть, будет, в принципе, такую конфигурацию, конфигурация будет описываться несколькими функциями, так, несколькими функциями. Это дает по 40, вообще говоря, для того, чтобы появились отличные от нуля орбитальные скидовые моменты. Ну, конечно, их величины конкретнее будут зависеть от характера заполнения, так. Но то, что они могут быть отличными, это очень важно. Вот, собственно, этот факт будет о том, что для того же магнитчика важны, конечно, конфигурации с незаполненными оболочками. Вот, потому что если оболочки заполнены, L0, S0 и магнитный момент 0. Ну, вот здесь вот речь идет о сложении моментов. Вот Элис-связь, я ее называл вчера, Расселл-Сандерсовская связь. Мы складываем все орбитальные моменты, мы складываем все спиновые моменты. Ну, а потом, если захотим, мы орбитальный полный спин вкладываем в полный момент атома. Ну, и квантовое число полного момента, ну, по праву треугольника меняется, вот L-S, 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 вот. Ну, и, ну, а здесь я просто повторяю уже то, о чем говорил. Дальше вот конфигурация-то, как бы, это, когда вы говорите об электронной конфигурации, вы, вообще-то говоря, по умолчанию как бы работаете в приближении независимых электронов. Вот, независимых электронов. Ну, можете забегая немножко вперед, я могу сказать так, что учет взаимодействия электронов, как правило, приводит еще и к перемешиванию конфигурации. То есть это что означает? Кстати, это вот из теории групп можно показать. Ну, если хотите по-другому. Вот конфигурация, если с конфигурацией связывает некое квантовое число или закон сохранения, то конфигурация не является инвариантом, не является инвариантом. Что это означает? Это означает, что, строго говоря, определенные конфигурации, многоэлектронное состояние описывать нельзя. Ну, ведь когда мы говорим о законных сохранениях, в виде вариантов, ну, из какой-то симметрии работаем, да? Ну, какая симметрия, скажем, для свободного атома? Здесь по-молчанию речь идет о нем. Ну, это свереческая симметрия. Значит, у нас этот вариант фактически один. Это момент количества движений. Кто на интеграл движение является? Вот. А конфигурация не является инвариантом. Что это означает? Это означает, что, как только я включу, скажем, реальный гометаньян, взаимодействие между электронами, у меня моментально разные конфигурации, но с одним и тем же суммарным моментом. Он же им придал движение является, да? Они перемешаются. Вот это очень такой важный, тонкий момент. Я вчера об этом не говорил, чтобы всем-то голову не морожить, так? Вот. Потому что, видите, как любая новая сущница, она, во-первых, она немножко подкашивает предыдущую сущность, так? Ну, как-то сразу она такая неустойчивая становится. Вы говорите, утверждение. Атом характеризуем электронной конфигурацией. А тут же говорит, нет, на самом-то деле не так. Ну и что? Нормальный человек должен думать. Поэтому всю правду не надо. Надо говорить правду, но не все только. В общем, всю правду. Кричи и так же не тяжелые. Так вот, на самом деле, то, о чем мы выше говорили, про электронную конфигурацию, знаете, как в какой-то интервью, забудьте все, о чем вам говорили в школе. Вот. Ну, примерно так же. То есть, на самом деле, конечно, электронная конфигурация перемещается. Но это так тяжело. Вот. И хочется, конечно, чтобы мы могли характеризовать состояние одной всего конфигурации. Ну, если вам сильно больше будет, так, ладно. Ну, ясно, что это звучит так, что вы где-то попадете в ситуацию, когда без учета смешивания конфигураций, ну, вы никак уже не решите вашу задачу. Вот. Ну, тогда вы сразу скажете, да, это правильно, в общем-то, в случае, там, конфигурация, ну, я, нужно учитывать смешивание. И вот оно здесь как-то сработало. Но до тех пор, пока вы не уперлись в стену, да, лучше, конечно, использовать самые примитивные, самые простые приближения. Вот. Вот. Это вторая сторона того же принципа, что надо говорить правду, но не все. Итак, для конфигурации квалентных электронов сумма, вернее, полная энергия, значит, вот, да, вот здесь, видите, она зависит от конфигурации, ну, и, конечно, от значения суммарного орбитального спинного момента. Мы вот вчера об этом и говорили. Как можно представить себе эту же энергию? Вот об этом вчера мы не говорили. Вот здесь вот я выделяю энергию конфигурации, да, без учета взаимодействия электронов друг с другом, да, ну, и к ней добавляю взаимодействие электронов друг с другом. Вот давайте поговорим об этом взаимодействии. Здесь, видите, много уже, относительно новые понятия появляются. Два электрона. Ну, давайте повернем к ним самые простые. Вот видите, я только что об этом принципе говорил, что если вы, значит, сильно мудрствовать лугаво не будете, то надо исходить из того, что в школе, там, известно вам, ну, чуть добавили, там, университет и так далее. Ну, надо самого простого идти. Вот снизу вверх. Снизу вверх идем. Ну, два электрона, два заряда, да. Давайте ульти, в школе вспоминаем, ну, не в школе университетного электродинамика, вспоминая мультипольное разложение. Или нет? Ну, правда, вы скажете, что, ну, если скажете, это хорошо, кстати, будет. Вы скажете, что мультипольное разложение, его ж не всегда там можно так просто использовать, правильно? Ведь когда мультипольное разложение хорошо работает, это когда вы имеете дело с двумя достаточно хорошо локализованными распределениями заряда и достаточно удаленными друг от друга, так чтобы у вас расстояние между этими распределениями заряда было много больше, чем характерный размер каждого из них. О, видите-ка, вот тогда вы, ну ведь мультипольное разложение, это само слово разложение, на самом деле это разложение в ряд по малому параметру, да? В качестве параметра что фигурировать? Это отношение характерного размера системы к расстоянию между ними. Ну и понятно, что возможность ограничения минимальным числом слагаемых, а собственно тогда и хорошим появляется мультипольное разложение. Возможно, чтобы тогда, когда у вас размеры распределения, много меньше расстояния между зарядами, между системами заряда. Ну а в атоме-то откуда это у вас, да, там вот два электрона крутятся вокруг ядра. Расстояние межлименной, грубо говоря, так? Ну, в такой классической картинке Боровской, да, надо взять в качестве центра распределения зарядов ядро. Ну вот для одного и для второго электрода будет одно и то же, но вообще нехорошо как бы. Но теоретик, чем он хороший, на самом деле? Теоретик иногда вот отбрасывает эти мрачные мысли, да, и берет и раскладывает по мультипольным все-таки. То есть, как это будет в идее? Е квадрат, R1, R2. Вот оно взаимодействие между электронами. Вы пишите, Е квадрат, R1, минус R2. По модулю. Ну ничего нового я не написал, но, видите, новая форма записи, она намякивает, намекает. Ну, так иногда говорят, деревья в нашей. Она намекает вам, что здесь можно, видите, ввести разложение по... Ну, если вы типольные разложения, там же надо по лидеру и жанру, или свеческие гармоники, да? В общем, можно ввести по свеческим гармоникам, которые зависят от угловых переменных R1 или R2. Или R2. Вот если бы распределение, расстояние между этими зарядами было бы большим, я бы тогда вот это сделал. Смотрите, вот у меня два атома, скажем, были бы, да? Вот это расстояние между ними, между атомами. R. Вот здесь у меня один атом, вот здесь второй атом. Здесь у меня R1, скажем, да? R1. А R2, это вот это было бы, да? Вот это вот расстояние. Ну и тогда, что бы сделать? R2, R2 вот это. R2 записал бы так. Это R большое минус R1. Да, вот так. Ну и тогда я бы подставил все сюда, и у вас появилась комбинация вместо вот этой, вот так вот, R1 минус R2 и плюс R, скажем, да? Вот так вот, ну или минус R. Минус R2. О! И, учитывая в дальнейшем, что вот эти вот R1 и R2 много меньше R большого, ну почему много меньше? Реброн-то летает везде. Ну, мы-то знаем, что он фактически летает в области с размером параметра анастрояна, да? И это и тот тоже самое. Значит, у нас все-таки появляется некая надежда на параметры малости. То есть, это отношение размера атома к международному расстоянию, правда, надежда, что это не очень такая ошибка, большая причем, потому что размер атома 11, а расстояние 12, может быть, да. Но все-таки на теоретике это одна вторая, черт и что. Вот. Ну, по крайней мере, теоретик-то знает, что разложение-то можно всегда написать. Другое дело, как им пользоваться. Если у вас есть параметры малости, это означает, что можно ограничиться минимально в шелстагае. Но если нет, в разложении пишите, ну и дальше чешите в голове, что делать-то. Вот. Ну, если вдруг какая-то польза, это угодно. Слава Богу. Так вот, ну вот, что сделаем. Я разложу это взаимодействие по гармоникам от R1 или от R2. Кстати, обратите внимание, что в целом, ты это видишь, скаляр, 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 да. А значит, у меня, если начну раскладывать по гармоникам, справа должна быть скалярная свертка. Скалярная свертка, правильно? Ну, так вот, на самом деле, это вот как будет выглядеть. Смотрите, я запишу разложение. Другой, сумма, пока, дальше, ну, какая-то вот функция здесь, вот что-то, я пока не знаю. А здесь пойдет произведение CK от R1, хорошая такая комбинация, CK, на CK от R2 от угловой переменной. Это вот скалярная свертка, на самом деле, это полиномный жанр ПК от осинус тета 1,2, то есть осинус угла между векторами R1,2. То есть можно сказать, что это разложение по полиномуный жанр я веду. А вот здесь вот, это будет радиальная функция, она так будет выглядеть. R меньше в степени K, на R больше в степени K плюс 1. Вот точное разложение, я написал вам. Точное разложение. Вот видите, отличие от мультипольного разложения в чем? А в том, что вот здесь вот у вас нет фактора, который бы малость обеспечивал, так? Нет фактора, который будет обеспечивать малость. Потому что если бы вы, вот такую ситуацию бы ввели, да, у вас вот здесь вошло бы обязательно R большой. А здесь TTR меньше или R больше? Если что-то меньше или больше, и ZR1, R2. Вот эта формула, которая носит название мультипольного разложения, кстати, она носит название. Известна очень формула. Так вот эту формулу для внутриатомной электросатики как раз используют. Но это же оператор, а потом надо брать матричные ленты, матрицу смотреть этого дела и так далее. Из-за того, что это скаляр, вспомнил теорию группы уже недаром, очень, да? Из-за того, что это взаимодействие в скаляр, это будет означать, что матрица этого оператора будет диагональна. О, ну, по S-автоматам, очень, беспильного оператора, да? Ну, и по L еще. Из-за того, что это скаляр. Вот обратите внимание, не надо ничего считать. Сразу же можно сказать, что, скажем, энергия, за счет вот этой электросатического взаимодействия, она будет зависеть только от оси L, не будет зависеть от проекции никаких. Это истец учета симметрии, истец того, что это, на самом деле, скаляр. Ну, скаляр какой? Вы не R1 должны крутить, не R2 по отдельности, да? А, скажем, систему координат. Тогда у вас R1-1 будет преобразовываться. Если вы будете крутить отдельно R1, ну, понятно, что это вообще ерунда получится. Это тоже надо обращать внимание. Вот. Ну, а и дальше вот, что важно. Дело в том, что, когда вы будете рассматривать энергию, уловинского взаимодействия электронов, для какой-то конфигурации, скажем, эквивалентных электронов определенных. Вот для конфигурации, скажем, 3DL. Так? У вас маточные элементы начнут работать на волновых функциях с определенным L. Они имеют определенную четность. К чему это приведет? А к тому, что в этом разложении останутся только слагаемые с четными K. Это очень важно. Итак, в этом слагаемом при расчетах, вот это важный момент, при расчетах на базисе конфигурации эквивалентных электронов останутся только слагаемые с четными K. K равны 0, 2, 4, но, оказывается, есть еще и сверху ограничений будет. Керемы вигнарекорда, ну, вот такой матричный элемент у вас останется, скажем. Там же у вас 2 электрона будет обязательно заменяться, 2 электрона. Вот по первому электрону уберите, скажем, L, N, да? C, K, U, L, N, штык. Вот такого типа 2 может быть в радиальном углу. Ну, угловой интеграл взять. Ну, вот, кстати, из него и следующее, что K, чтобы четный, почему? Потому что это функция. Умеет определенную четность. Это тоже определенную четность. Значит, K тоже должен быть только четным. Ну, L здесь может быть и единичка, и двойка, и тройка. То есть, этой функции может быть и четный, но их произведение не всегда четным. Но из теремы вигнарекорда мы знаем, что это что-то пропорционально. M, K, L, минус N, Q, M, Штык. Теремы вигнарекорда, L, как там. И правило треугольника работает, которое гласит, что K в этом коэффициенте вигнара не может быть больше 2L, а значит сверху по всему будет ограничивать величину 2L. Вот видите, на самом деле это мартипольное разложение, на пользу, от которого мы не надеялись в общении. Почему? Потому что как можем говорить об этом разложении, в смысле разложения по малому правилу? Нельзя, но тем не менее польза, которая у нас огромная. Видите, нам удается параметризовать, параметризовать межэлектронных взаимодействий в атоме в результате. То есть мы видим, что из всей суммы, а сумма это бесконечная, сработает только несколько слагаемых. Sk0, 2, для D-электрона 4, и все, 0, 2 и 4, и все. Три слагаемых сработают. Ясно, что угловую часть интегралов на L-м функция мы сочетаем, это стандартные интегралы от трех мермоний фактически. А вот радиальную часть, ее сочетать трудно. Для этого нужно знать, что будет радиальной функцией. Ну так мы ее занимаем, эти радиальные интегралы, и обозначим как-то. Так вот, в результате мы получаем простую формулу. Вот смотрите, вот после всех этих разговоров, вот смотрим, как параметризуется межэлектронное взаимодействие. Вклад его в энергию, соответствующую определенной конфигурации, во-первых, и определенным значением L-S, то есть определенному терму. Значит, вот эта сумма по K. K здесь только четный, 0, 2, 4, 2, L. И в этой сумме мы выделили, вот FK большое, это радиальный интеграл. То есть интеграл, вот от этой дроби R меньше степени K, R больше степени K, радиальный интеграл. Я слышу, что этот интеграл сложный. Почему? Потому что числитель или знаменатель, то R1 будет, то R2. Поэтому мы берем этот радиальный интеграл на произведение волновой функции первого и второго электрона. Но разбить этот радиальный интеграл на 2, как в случае угловых, например, здесь не удается. Повторяюсь, для того, что у вас R меньше, R больше меняется все время. То R1, R2, R2. Вот, и этот интеграл довольно сложный. Вот мы их обозначаем FK большое и называем параметры слетера Кондона, но чаще слетера. Вот. Чаще слетера просто. Потому что Кондон, видите, как-то слово в русском языке, да. Это вот Владимир Владимирович, то есть лексиконный, вот его продонник, называет это презервативами. Ну, я просто не знаю, что. Вот если, скажи, Кондон, Владимир Владимирович, что он подумает? Не знаю. Кондон, как говорится. Да. Ну, конечно, такие детали требуют образования, вот, другого немножко, чем на зеркале, вот так. Итак, а вот угловые интегралы, вот они, F маленькая, K. Все эти угловые интегралы, они считаются до конца. Это число просто, они все затабулировали. То есть в результате, фактически для того, чтобы посчитать нам энергию термо, обратите внимание, надо знать только параметры слетера. Для D-электронов их три. Вот. Для P-электронов их два вообще только всего. Это F0 и F2. Дальше, вот параметр F0, который связан с K равно 0. Ну, кстати, я немножко вернусь назад. А вот какой физический смысл, где это не слагаемый с разными K в мультипольном разложении, мы знаем, что K равно 0 это заряд-заряд в взаимодействии. Заряд-заряд в взаимодействии, да? K равно 0. Дальше, K равно 2 идет, это квадруполь-квадрупольное взаимодействие. И деполь-депольное, квадруполь-квадрупольное. K равно 4 это оптуполь-оптупольное взаимодействие. Так вот, оказывается, видите, что вклад в энергию для эквивалентных электронов дают только заряд-зарядовые, квадруполь-квадрупольное взаимодействие для P-эритронов. Все. А для D-эритрон еще и оптуполь-оптупольное. На тролле. Вот, по-моему, разве не третий там разложенный? Нет, он 4, да. А, и еще какой-то должен быть? Я вам на лекции уже говорил, что и третий тоже должен название какое-то иметь. Но он не имеет названия, поскольку он никогда не встречается. А что если называть то, что он никогда не встречается? Ну, я лично в литературе не встречал, хотя я подозреваю, что, наверное, где-то, когда-то кто-то их учитывал так. Ну, это надо как бы назвать по-разному. Три это что в разных языках? Три это, кстати, на всех языках почти три, да? Нет, я вот сейчас так. Фри, Драй. Ну, Драй и Три это одно и то же. Ну, Туа. Туа по-французски тоже самое одно и то же. Ну, я еще знаю, как знаете, от одного до десяти умею считать на Афганском, на Донецком. Як, Ду, Се, Чо? Се. На японском Мични, Сан, Си. Да. Ну, вот Се. В Афганистане Се. Ну, тут это два Туа, это то же самое. Як? Ну, есть на веках. Похоже тоже, кстати, вот Се, ну, не очень. Се три. Чо на тут похоже, да? Чо? Четыре. Чо? Чо? Ну, дальше Пайнер, что он, кстати, рассказывал. Пайнер или Панюша. Ветерняк, кстати, тоже Пайнер. Ну, дальше слово, каждый русский человек знает. Шаша. А слово Шашлык? Шашлык, это буквально в переводе, то есть вот, ну, я бы как дословно перевел, не дословно перевел бы шестерку. Шашлык, это шесть, ну, шесть кусочков мяса имеется в виду на шеркуле. И, по-другому, Диатрин Климстан, так вот, О, Ту, Пол, это четверки связаны с четверки. То есть, на самом деле, видите, это фактически вот как раз и о чем говорит, о том, что срабатывают, в зависимости от значения L, в тормитальном моменте, вот в таком порядке, в начале заряд-заряды, там квадропольные-квадропольные-замедельцы, потом октупольные-кутупольные. Ну, в принципе, если у вас L равно 3, скажем, для F-электронов, легкие земли, там еще и K, может быть, шестерки. Ну, это секступольные взаимодействия. Так вот, параметр F0, он очень простой, видите, вот он здесь веклся, очень простой. И N плюс единица попала. Независимо от L вообще. А что он характеризует? Заряд-зарядовый взаимодействие. Так вот, заряд-зарядовый вклад, интересно, видите, получается, что он не зависит от Ls. И вот заряд-зарядовый вклад в эту энергию, я его так напишу, E0, что ли, давайте обозначим, E0. Вот, заряд-зарядовый вклад K равно 0 фактически, то есть это вклад K равно 0. Вот он как записывается, смотрите. N, N минус 1, ну, здесь ошибка у меня, я сейчас смотрю, N, здесь не плюс, а минус должен быть. Минус единица попала, кстати, никто меня до сих пор еще не поправил. Вот как он записывается. А что такое? Смотрим. Вот эти самые грубые представления о взаимодействии N электронов. Итак, каждый электрон, пусть взаимодействует со всеми остальными, их всего сколько, если я выделил 1, N минус единица, да? Ну, я выделил 1 электрон, да? Вот, но их всего N можно выделить. Значит, на самом-то деле, вот этот фактор N на N минус единица просто учитывает взаимодействие N электронов. Причем константы взаимодействия, ну, считается упрощенной одна и та же, F0. Но, чтобы не учитывать дважды взаимодействия двух электронов, надо все поделить пополам. То есть, это очень простая формула. И F0 это некая средняя энергия взаимодействия электронов. F0. Кстати, эту величину очень часто сегодня обозначают, что U, ну, скажем, для D электронов пишут UD, или UDD. Вот так называют параметры корреляции, параметры корреляции. Дело в том, что сегодня существует масса теорий, в которых вместо полного набора слагаемых здесь, да, которые дают термовую структуру, учитывая только всего лишь одно, с К равным нулю. А это что означает? Это означает, что автоматом люди не получают термовой структуры. Потому что термовой структуры, она обязана на учет у слагаемых СК отличиям от нуля. Вот. Ну, об этом надо, конечно, сказать особо. Почему? Потому что, вообще говоря, термовая структура, да, там, это эффект немалый. Тем более, что, видите, малость-то, она, понятие относительное всегда. Вот. Ну, вот я сейчас картинки вам еще приведу. Значит, я думаю, я что-то не помню. А, ну вот, ну, собственно, я уже говорил, что, на самом деле, зависимость от энергии от СЛ, приводит к расщеплению на термы. Терм — это обозначение, вверху здесь спиновая мультиплиотность, или это орбитальный момент, ну, буквы обычно пишутся, как не стоит. Вот. Правила Хунда. Термостановое состояние атома Хундовский имеет максимальный спид, и при этом максимально орбитальный момент. Вот мы вчера об этом говорили. Ну, вот пример. Скажем, P2 оборочек. Вот все термы, ну, в прошлый раз мы говорили с вами, что разрешены принципом Пауэли только такие термы конфигурации из двух эквивалентных электронов, для которых сумма С плюс С четная. Ну, то есть, вот, 1С, 1Д и 3П. Хундовским термом будет 3П. А вот здесь выписаны их энергии прямо. Ну, то есть я беру просто, грубо говоря, книжку, где все эти, есть таблицы для, вот эти, F маленькие, F0, ну, F0, ну, собственно, наручок писать, вот он здесь есть. Ну, кстати, если два электрона, значит, мы смотрим 2, 1, 2, F0 просто. Ну, понятно, что эти два электронки, вот, и средняя энергия взаимодействия, F0 и все. А вот вклады F2, вот, вот, видите, разные. И, кстати, отсюда видно, F2, ну, ясно, что все эти взаимодействия, поскольку это вклады в разложение, оттапкивание, положительные, как бы, энергии, да, все эти вклады, ну, вроде, положительные должны быть. То есть вклад в заряд-зарядное взаимодействие, там, фудрополь, фудрополь и так далее. Ну, без исключения, они еще положительные всегда. Так вот, если они положительные, то очевидно, что вот эта вот энергия будет минимальная. То есть, видите, я забыл про правила Хунда. Понятно, что правила Хунда, оно введено было, ну, феноменологически, конечно. Ну, на пальцах, вот я вчера на пальцах говорил, что действительно, если у вас состояние соответствует максимально возможному спину, ну, а максимально возможная спина, это когда все электроны имеют параллельные спины. Максимальная возможность спины, в смысле всего атома. Вот, параллельные спины. В этом случае отталкивание у вас минимальное будет. Почему? Потому что, в соответствии с принципом Паули, электроны стараются избегать, сближаться при этом. То есть, опасаются попасть в одно и то же состояние, как бы, да? Чего и принцип Паули запрещает. Ну, тем не менее, по правилам Хунда можно, как результат расчетов, получить. Вот здесь, видите, четко видно, что да, вот именно энергия этого терма с максимальным спинным будет минимальна. Кстати, интересно, что это параметризация, о которой мы говорим выше. Она, между прочим, я бы так сказал, что она дает пример, ну, такой фундаментальной параметризации. Почему? Проблема атома — это фундаментальная проблема. Видите, на самом деле, вот эта вся термовая структура определяется всего одним параметром F2. Вот, что-то означает, что мы, в принципе, вот нашу простую теорию можем проверить. Ну, и я бы сказал так, я здесь не привожу экспериментальные какие-то данные. Ну, в книжке-то можно найти. Да, на самом деле, экспериментальные соотношения между вот этими вот расщеплениями, между этими энергиями, да, оно, в общем, соответствует ее с достаточно хорошей точностью. Хотя не точно, не точно. Ну, с чем это не точно связано? Ну, вот я вам уже говорил, что мы же, видите, здесь полагаем, что мы имеем дело с чистой F2 оболочкой. Ну, как бы это очевидно, то есть это, представьте себе, вы имеете атом углерода. Вот у нее как раз внешне-эвалентная оболочка — это 2F2 именно. Атом углерода нейтральный. Вот. Но мы говорили, что когда пишем мы определенную конфигурацию, то мы исходим, как бы, из неких предположений, вот это очень важно, предположение, что данная конфигурация, например, соответствует основному состоянию. Но ведь у вас куча другие конфигурации, есть больше энергии, как правило, да, если это с одному состоянию начнете, с одним будут соответствовать больше энергии. Но вы не забывайте, что на самом-то деле, вот я только что об этом говорил, что разные конфигурации могут взаимодействовать друг с другом, вот за счет, например, взаимодействия электронов. Как это будет выглядеть? Ну, например, конфигурация P2 будет взаимодействовать с конфигурацией D2, например. Хотя D2 по энергии, скажем, в углероде может высоко очень лежать, так? Ну, это всего лишь вопрос свечи величины, то есть взаимодействие будет относительно небольшим. Другие возможные конфигурации какие-то, ну, скажем, один электрон в P останется, а другой перейдет в D состояние. Эти две конфигурации взаимодействия не будут точно, ну, легко догадаться, смотрите, волновая функция P2 конфигурация четная, здесь, она, это есть группа P сведения, вот P функции, и четная функция четная будет, неконфигурация. А волновая функция P2 конфигурации, то есть когда один электрон остался в P состоянии, он ушел в D состоянии, скажем. Но надо будет нечетно, потому что P функция нечетная, а P функция четная. Ну, а четная с нечетной конфигурацией взаимодействовать не могут. Почему? Потому что, видите, вот это взаимодействие, он не может связать конфигурации, волновая функция которых отличается четность. Поэтому P2, D2 может, C2 может, ну и так далее. А такое взаимодействие конфигурации будет приведет к нарушению вот этого соотношения. И, кстати, это, в общем, ватом окном, народ просто этим занимается. Масса теоретиков, которые вот такие иногда очень слабые эффекты, ну и изучают, считают экспериментально, проверяют и так далее. Вот это конфигурация NP2, вот конфигурация, скажем, D2. Вот здесь, видите, работают уже три параметра, F0, F2 и F4. И вот как выглядит здесь термовая структура. Значит, вот здесь расчет энергии всех представлен. Чуть ниже вот к этим параметрам ABC. Ну а вот здесь, так сказать, уже результат расчета. Опять же, нижний терм, видите, 3F-терм, это терм, который соответствует правилам Хунда, причем в полном варианте его. Потому что Хундафский терм, это терм с максимальным спином и максимальным при этом орбитальным моментом. Вот, видно, здесь спины единицы, но вот есть еще один терм со спинами единицы. Ну, здесь орбитальный момент больше, тройка, а там и ничего. Ну и, наконец, вот здесь, видите, введены так называемые параметры рака. Ну, знаете как, вот... Черт возьми, вот... Трудно объяснить, зачем рака ввел эти параметры. Но сегодня на практике они, пожалуй, чаще используются, чем параметры слайдера. F0, F2, F4. Ну, я уж не говорю о том, что и параметр слайдера бывает два типа. Бывают параметры слайдера, вот, как мы и записали, там, обратите внимание, там было записано K вверху, а здесь K внизу. И одно и то же. То есть, вот, на самом деле, в литературе есть два типа обозначения параметра слайдера. F, K, K вверху, и F, K, K внизу. Они не одно и то же, кроме F0. Вот. Но, поскольку, поскольку, чаще на практике все-таки используются вот эти параметры рака, видите, их тоже три, естественно, A, B и C. Вот, уже про эту вот разницу в обозначении FK уже забыли. Вот. И вот здесь выписана энергия термин, 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 параметров рака, A, B, C. И, пожалуй, сегодня в литературе, ну, практически без исключения именно вот эти параметры фигурены. Параметр рака вместо параметров слайдера. А, B, C. И иногда, видите, как иногда без объяснений. Вот это плохо, на самом деле. То есть, вы видите, какую-то статью читаете так. Ну, и там прямо написано параметр B равен тому, почему бы параметр B. Ну, ладно, скажем, редколлегии тогда, редколлегии журналов, они следят иногда за этим. Вот. То есть, они, как только, ну, читают, например, вашу рукопись, технический редактор, да, ну, если он еще соображает, физик, ну, работает физическое в журнале, чаще всего, он соображает, ну, во всем, правда, не может, что он там разбираться. Ну, вот он смотрит, и как только у вас встретилось какое-то обозначение, он смотрит выше, а в нету, он вам сразу пишет, ну, просто, что такое, расшифруйте. Поэтому любое сокращение нужно обязательно расшифровывать. я могу такой пример привести вчера ночью, ну, часа в два века, видите, разница с Америкой у нас большая, я вчера получил корректуру статьи из физерога. Вот я привожу пример, как раз. Дело в том, что есть стандартные такие сокращения, я рассказываю на лекции, я бы, я, ну, не уж, ТП, ну, настолько стандартно, ну, 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 что пояснить? Да так и пишу, NQR, ну, в английском, NMR. Вот. И смотрю, а они присылают вам корректуру как бы статьи и присылают еще, какой-то позор, конечно, для нашего человека, присылают вам всегда вместе с корректурой еще как бы правку. Ну, то есть, вот, ваша рукопись там написана и там еще в красном правке, ну то что они исправили вы можете представить что начнет направка это во-первых лес из артикли определенных лиц и определенных потому что мы же боимся артикли расставлять не знаешь какой поставить кто-то или другое поэтому чаще не ставишь умный человек найдется ставит и сообразим логик примерно такая поэтому с площадью будет у нас среди авторов один из индус есть так ну и в общем он смотрел там статью все черт возьми ну и все равно куча просто ну стыд и позор этих артиклей и дальше вот эти все сокращения и поэтому но с другой стороны они тоже люди иногда пропускают такие вещи иногда читаешь статью смотришь черт возьми обозначение не объяснено вот иногда это вообще возникает иногда это вызывает проблемы большие очень потому что вообще не знаешь начинаешь смотреть вот уже автор какие-то статьи и так далее то есть искать и так идем дальше да спина витальность вот я здесь сильно останавливаться не буду единственно что опять же скажу что вот для определенного что может быть кстати ему знаете очень если он не появится уже на самом деле все имя там налетаем ну и на отчество надо будет они вот мы найдем нет если поменяли что-то посмотрите ну ладно в конце концов у меня тоже все есть но только мне надо залезать в свой компьютер значит что я здесь хотел сказать вот для о спинно-орбитальном земли есть я тоже для определенного термо как состояние с определенными если спинно-орбита записывается в этом в этой форме данная с но это только для определенного термо я в том что строго говоря спинно-орбитальное взаимодействие приводит так называемую спинно-орбитальное усмешивание то есть в со вот я так запишу матрицу vso а здесь запишу схеме sl-связи волновой функции или ls связи ls вот даже давайте так а вот и как запишу вот как выглядит матрица строго говоря матрица спинно-орбитальное взаимодействие дело в том что спинно-орбитальное взаимодействие это то взаимодействие которое приводит к тому что единственный момент является вариант только полный если на витальное взаимодействие в свободном атоме сохраняется как орбитальный полный момент так и спин почему же два пространства никак не перепутаны оба орбитальный спинно-орбитальный момент полный является интегралом движения и конечно их сумма тоже интеграл движения но если я учусь кинобитальную связь вот именно она приводит к тому что только один полный самый-самый полный момент будет интегралом движения и физики говорят перестают быть хорошими квантовыми числами это означает что в этой матрице у вас будет дельта ё ё шрифт дельта н м шрифт дельта н м шрифт а дальше останется я-то позначу лямда л с и штрих с штрих йод точку запятой йод вот так вот то есть на самом деле спинно-орбитальное взаимодействие будет перемешивать состояний с различными и с то есть перемешивать термины это очень важно перемешивание термов конечно но будет зависеть от величины спинно-орбитального взаимодействия скажем для д ионов это перемешивание относительно невелико а вот редкоземельных ионов это перемешивание может быть заметным она может привести к эффектам порядка 50 до 50 то есть она может так сильно перемешать термин что нельзя будет характеризовать определенным значением день и с как перемешивание выглядит дело в том что спинно-орбитальное взаимодействие для отдельного электрона для всего атома но так в том это говоря записывается аутер и т.с. и т.с. и то есть здесь по обиде по спину стоят это операторы первого ранга это означает что такой оператор может менять только на единицу может менять с с только на единицу или менять их вот известное правило которое фактически есть некой средстве стеремы виктора рекорта а значит справа треугольник то есть здесь или их могут отличаться не более чем на единицу если с штрих могут отличаться не более чем на единицу вот это очень важно это прямо нам дает в руки некий некие правило которое позволяет сказать какие термы в принципе будут взаимодействия за счет спинно-орбитального взаимодействия идем дальше ну вот здесь я лезь йод мультиплеер мультиплеер на расщепление но вчера мы об этом говорили как раз идем дальше ну и вот здесь формирование спектра энергетического спектра атома вот эта картинка которым тоже вчера говорили магнитный момент атома снова вернемся к магнетизму вот он также как для электронов мы его составляем в виде суммы орбитального вклада и спинного вклада но поскольку сколько спина выше фактор в два раза больше чем орбитальный магнитон бора я выношу за скобочку и будет сумма и плюс 2 с ну и все можно перевести по посвести полному моменту ну тогда здесь входит же же фактор который выражается точно так же как для денег электронов ну только заменой значит с маленькая н маленькая на с большое и большое и на йод маленькая на йод большое вот ну и кстати внизу я выписал соотношение на лекциях мы об этом тоже говорили кстати очень полезные соотношения они позволяют вам связать определенные значения с и и с йод ну кстати если так вот посмотреть эти соотношения немножко странными так кажется странными почему а дело в том что они во-первых прямо говорят что если они тогда должны связаны таким соотношением пропорциональности что вообще смешно просто ну надо иметь ввиду больше что видите эти соотношения это соотношение эквивалентности на определенном базис посмотрите как вы представьте себе вы рассматриваете две матрицы разных операторов они сложные могут как-то выглядеть но представьте себе что вас интересует какой-то определенный блок этой матрицы и на самом-то деле проблема по механике в чем заключается вот сложный гибриттониан вы выбираете какой-то базис вас выбирается часто из физических соображений вы заранее предполагаете например а как будет основной состоит для атома это означает выбор конфигурации основного состояния повторяйте в общем то иногда дело такое вкус и как это дело интуиции вот ну и здравый расчет и конечно да значит вы выбираете полный базис но вы знаете что на самом деле реально всего этого базиса вас интересует какой-то кусок этого базиса это означает что вас интересует проблема диагонализации всей матрицы полного гибриттониана зачем вам нужны какие-то информации каких-то возбужденных состояний далеких и так далее вас интересует основе с вас интересует во всей этой полной матрицы определенный блок ну тогда вы можете сравнивать две матрицы различающиеся всем остальным кроме этих блоков эти блоки у них могут совпадать когда вы говорите что эти две матрицы или два оператора эквивалентный но на определенном базисе только усеченном базисе ну так вот в данном случае речь о чем идет если вы в качестве такого базиса возьмете состояние если идет м при фиксированы с или й тот на таком фиксированном базисе узкопа здесь всего 2 и плюс единицы функций в этом базисе нужно принимать столько значений так вот на этом базисе матрицы операторов спина орбиты полного момента можно связать просто пропорциональность ну кроме того вы видите это же все операторы и векторные да три векторных операторов если я вы видно рекорд и мы знаем что матрицы всех векторных операторов с точностью до константы совпадают то есть фактически вот это результат о котором я здесь говорю это есть частный случай теоремы вида рекорда но применять ему нужно повторять с осторожностью потому что здесь речь идет о определенном базисе всего лишь ну в деревне вига рекорд там парень всегда автоматически кисусы идем дальше ну вот магнички очень часто эти соотношения используют они позволяют вам скажем спиновый оператор иногда перевести записать его как оператор действующий на состоянии полного момента орбитальный оператор свести к оператором действующим на то же состояние полного момента и так далее ну вот дальше йодов кристаллы перейдем от свободного йона двигаемся дальше ну здесь гаммитарин кристаллического поля как разложение по гармоникам тензорный мультипольный момент электроны это говорит о том что практически здесь речь идет о разложении по мультипольным моментам электрона что вот это вот р степени к на гармонику эта часть это фактически стоящий судор у меня заряда тренинг электроны полагается равными единички вот ну а дальше начнут учет симметрии кристаллического поля на практике об этом писатель довольно много говорили вот например для кубической актеэдрической или татраэдрической симметрии глиминат кристаллического поля вот начинается с тривиального слагаемого с к равным нулю и первое нетривиальное слагаемое это к равное 4 это здесь всего лишь одна комбинация остается только ну а плюс слагаемый с к равным там 6 8 и так далее но учет симметрии одноэлектронных состояний позволяет вообще существенно сократить как бы число слагаемые в гаммитаре кристаллического поля которые реальные эффекты вам дадут если я на электрон весь мир обоценно электрон дома благодаря только черными мультипольными методами то во первых во вторых ранга не выше 2 и другими словами разложения кристаллического поля входят только гармоник гармоники германии ранга не выше 2 и черный ну дальше вопрос тоже картинка которые мы говорили с вами на здесь уже вот на магнетизме эта картиночка которая иллюстрирует эффект замораживания орбитального момента скажем по электронов кристаллическом поле я раскачу дальше д электрон в актаедрическом кристаллическом поле картиночка это тоже рассматривали с вами достаточно подробнее это тоже хочу ну наконец кристаллическое поле для многоэлектронных атома выше встречала о движении отдельного электрона вот ну вот здесь вот чуть подробнее можно задержаться в общем дело в том что в кристаллическом поле как скажем некие возмущение действующие на многоэлектронный атом который мы помещаем в кристалл оно конечно должно сравниваться с другими возмущениями ну в качестве таких возмущений мы что учитываем но вчера в этом говорили взаимодействие между электронами и очень часто взаимодействие между электронами в атоме рассматривали как возмущение ну и спин орбита спин орбита так вот в зависимости от соотношения между этими тремя возмущениями рассматривать несколько так называемых схем исторического поля вот здесь слова схема внутри бы как и капиталь не я в том что иногда под схемой той или иной схемы понимают вообще говоря проблему выбора базиса нулевого проблему выбора нулевого приближения до значки базиса который вы будете работать чуть ниже об этом скажу это как бы математическая сторона схем а есть еще физическая сторона вот она здесь как бы написано здесь видите вот слабым историческое поле это схема предполагает что у вас к историческое поле является самым слабым из всех возмущение самые слабых ты стал фил средний полю поняла что то есть кристаллического поля сидит между спин орбита электростатика и сильное поле когда это кристаллическое поле внимания сильнее чем взаимодействие между электронными ватами предполагается ну знаете как вот на практике такая схема никогда не работает не правильно не выполняется работает не выполнять на самом деле это как раз есть как вы видите такой странный компромисс между физикой и математикой дело в том что мы повторяю любую практическую задачу панта михалития начинаем ушать записи гаметтониана и его матрицы гаметтониан то матрицы но чтобы матрицу задать нужен базис вы должны выбрать этот базис оптимально ну то есть задача гиганализации матрицы максимальная эффективно оптимально по времени там с меньшими затратами значит найти гиганализовать матрицы поэтому проблема выбора базис это как бы математика но она конечно под физику под газом но вот это соотношение еще раз повторяю чтобы кристаллическое поле было больше микро статики практически никогда не выполняется кроме того нужно иметь ведущую следующую союзу что перебросать это тоже разное видео мы с вами договорились есть заряд взаимодействие параметров 0 он как правило самый большой он в атоме это величина порядка 10 электронов вольт и больше есть параметры типа f2 f4 например для д электронов они обычно поменьше порядка электронов вольтов ну то есть несколько раз меньше чем f0 ну тоже понятно что заряд зарядного эффекта не всегда сильнее чем там мультипольные какие-то поэтому здесь вы ее записано и надо конечно говорить о какого и нет и на самом деле конкурировать к историческому полю скажем с частью вот заряд заряда взаимодействия в 0 вообще в практически смысла нет она всегда всегда больше но вот с той частью и иногда и называть не центральная часть своих достать то есть подругой подупольные ту поля купольное взаимодействие пожалуйста в историческое поле может конкурировать уже но больше тоже как правило не бывает но тем не менее видите здесь всеми написано что больше это дай как бы требование возмущений возмущение мы предполагаем что это возмущение маленькая как правило так маленькой ну правда иногда мы потом начинаем так вот как бы прятать глаза вообще так ну что имею ввиду что очень часто взаимодействие достаточно сильно мы его называем возмущением предполагающего слабая она может быть достаточно сильным очень часто вообще не знаю больно ведь когда его возмущение оператор а когда игру мало или большую я два числа сразу оператор ну в крайней случае матрицы записывается в матрице кучи часов то есть это все очень непростые вопросы поэтому нужно им относиться очень так вот осторожнее ну ниже посмотрим начать как это все работает вот слабо и центре числе и в этом случае повторяя считать симптомическое поле самые слабенькое эта схема она работает практически без вариантов для редкоземельных ионов и стала редкоземельные ионов пристала дело в том что если у вас историческое поле слабее скин орбиты дальше но для земель присталов это релизуется акции почему дело в том что я беру например вот в одной тоже окружение решетка сажу например ты им и потом на это же место сажу скажем к зиме и говорю что в одном случае историческое поле скажем большое для делью на а для редкой земли маленькая откуда поле то одно и то же нет я в том что поле как потенциал один и тот же а поле как энергия взаимодействия с теми или иным электронам и другое дело она может быть и меньше больше меньше зависимости от электроны самого его смотри что получается до электроны в юных или атома группы железа это электроны как право валентные электроны внешних оболочек они практически не за экранированы другими электронами под удушающего действия кристаллического поля поэтому кристаллическое окружение создает довольно заметный потенциал и приводит к большой энергии взаимодействия с этими электронами а вот их электроны 4 электроны в частности для земли это электроны как бы не то чтобы внутренних оболочек так это же валентная оболочка но она размер меньше и меньше в случае электронов и второе она заэкранирована еще сверху электронами 5s и 5p оболочек заполненных которых как правило более протяженными является а значит они экранируют 4s оболочку от действия кристаллического поля поэтому эффект при одном и том же как бы потенциале эффект случаях и земель оказывается существенно меньше как правило на порядок и даже больше порядок 2 меньше эффекта дает один и кристаллический потенциал в случае земель по сравнению с д иона в случае группы железа поэтому в случае слабого кристаллического поля в качестве базиса нулевого приближения выбираются а вот и здесь написано слн-йм функции то есть мы работаем схеме слн-йм связи а дальше просто рассматривается матрица слн-йм историческое поле слн-йм штрих в общем случае вот такого типа матрицы рассматривается то есть фактически что мы делаем и фиксируем слн-йм значит фиксируем термом йод принципе не фиксируем хотя можем и зафиксировать йод в чем разница ну если мы йод фиксируем это означает что мы рассматриваем эффект кристаллического поля только на определенный с и йод мультиплет я нарисую картинку вот у вас скажем какой-то если йод мультиплет один вот как скажем второй какой-то если йод мультиплет ну то есть из второго термом произошел да вот или а нет здесь если фиксируем ну кстати ниже я там скажу тоже варианте вот у вас разные йод здесь если йод значит вы либо рассматриваете эффект кристаллического поля действующего на только один мультиплет ну почему-то это приведет скажем к расщеплению большого так зависит на поле слабо считается и для других тоже мультиплетов аналогичную ситуацию но если вы будете рассматривать эффекты и не гоняли не пойдет это будет соответствовать взаимодействию разных с и йод мультиплетов ну скажем вот этот мультиплет при этом еще с этим взаимодействовать и так далее и так далее на практике на самом деле часто ограничиваются конечно вот матрица очень простой такой фактически рассматривать кристаллическое поле слабым настолько что его эффект ограничивают только определенным мультиплетом дальше конечно используется теория групп там учатся и кристаллического поля так далее вот это все на самом деле обычно делается в методе так называемых эквивалентный операторе Метод эквивалентных операторов, но о нем тоже надо сказать, потому что в магнетизме, особенно редкоземельном, этот метод очень популярен. Метод эквивалентных операторов или еще их называют метод эквивалентных операторов Стивенса. В чем он заключается? Кстати, вот так как мы теорию уже прошли. Вот давайте я спешу все-таки о коментариях исторического поля. Сумма ПК и У, БК и У, ну какой-то вариант напишу, М в степени К, СК, У. Вот это и ФИ. Вот разложение по гармоникам. Вот теперь смотрите, мне нужно будет матрицу этого оператора рассмотреть. Вот такого оператора. Я воспользуюсь теоремой Виглера-Леккарта. Обратите внимание, что здесь стоит неприменимый тензорный оператор ранга К, ну, с компонентой К. А теорема Виглера-Леккарта утверждает, что матрицы всех неприменимых тензорных операторов одинакового ранга эквивалентны, то есть фактически совпадают, ну, на определенном базе, конечно, с точностью до константы. Совпадают. Вот. Что это мне дает возможность? Это мне дает возможность перейти от оператора ЦКУ к операторам, которые носят название эквивалентных операторов Стивенса, и обозначается для операторов вот так вот. О-К-У. И я даже здесь не пишу. О-К-У. О-К-У. Что-то за операторы. И по какому принципу они вводятся. Ну, очень просто. Вот смотрите. И используется при этом просто эквивалентность операторов одинакового ранга. Я возьму, я пример очень простой возьму. Возьму гармонику C2,0. Эта гармоника так выглядит. 3Z квадрат минус R квадрат на 2R квадрат. Я специально здесь, видите, Декарту форму использовал. И вот смотрите. Какому оператору эквивалентна эта гармоника? Но дело в том, что здесь входят компоненты вектора. И если я составлю такую же комбинацию из компонент другого вектора, она будет иметь те же самые трансформационные свойства, что и моя гармоника. Какой вектор? Так я возьму вектор момента количества движений. Тоже вектор, да? Поэтому очень просто делаю. Взамену X, Y, Z. Заменяем на Y, X, Y, Y, Z. И тогда вот после этой замены я получу следующее здесь. Ну R квадрат можно выбросить здесь. Потому что это скаля, вообще говоря. И при всех преобразованиях, поворотах, эта штука не меняется. Поэтому трансформационные свойства здесь специфически связаны с чистителем. Поэтому я завершу так, что это пропорционально в смысле одинаковых трансформационных свойств. Комбинации 3, Y, Z в квадрате, минус Y в квадрате. Ну, надо только операторы поставить. Вот что лежит в основе метода эквивалентных операторов. То есть лежит эквивалентность операторов одинакового ранга. А значит, у них матрицы будут совпадать с точностью этой константы. Это позволяет переписать наш гамильтаниан следующим образом. Посмотрите, как он теперь переписывается. Если я введу радиальное усреднение. Здесь, то есть введу вот здесь вот. Ну, в квадрате, пусть это смотри точных зарядов. Тогда в квадрате у меня просто константы. Вот. Тогда-то у меня в ображении так будет записано. В квадрате преобразуется вот с помощью метода эквивалентных операторов. Вот в такую сумму. Сумму ОК и КУ. Дальше ВК КУ. ВК КУ. Облик здесь напряжённый. Во-первых, в степени К я беру средние радиальные, наверное, радиальные функции. А гармоники заменяю вот по этому принципу, который здесь выписан, на эквивалентные операторы Сивица. Но эквивалентность, как мы уже договорились, с точностью до константы некой. То есть в матрице этих операторов вот этого и вот этого связаны между собой. Но с точностью до константы. Я эту константу назначу так гамма. Но эта константа зависит только от К. От ранга, но не компоненты. Гамма К я обозначу. Гамма К. А здесь ОКУ. И вот я получил оператор, который записан в терминах моментов количеств движения. Оп. Вот здесь вот ЙОД входит. Всё. Р у меня пропало уже. Угловые тета-фи пропали. И это очень удобный оператор. Во многом удобный. Почему? Потому что, скажем, матрицу его брать очень легкую. Потому что здесь вводят комбинации операторов момента. ух, 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 ух. А их матрицы известны. Мы с вами, скажем, нахватные механики. И вот эта запись, это и есть как раз основа метода эквивалентных операторов Стивенса. Стивенс. Числа гамма К, они обозначаются так. Так как здесь К, мы с вами говорили, что только чёрное, ну, кроме тривиального 0, 2, 4, 6. Ну, 0, слагаем обычно, или рассматриваешься. То есть, оно не связано ни с какой анистрофии гамма-кристаллического окружения. Так вот, гамма-2 стандартное обозначение альфа, гамма-4 стандартное обозначение бета, гамма-6, ну, скажем, для редких земель обозначение гамма. Вот эти параметры альфа, бета, гамма приводятся в книжках, в таблицах. И все эквивалентные операторы Стивенса, ну, вот я пример привел так, тоже в всех таблицах в книжках есть. Ну, в каких книжках? Тоже не во всех книжках. Скажем, это книжка в тот же Абрагамма, который мне упоминал, там есть эти операторы. Вот. Это, как правило, таблички всякие приводятся в книжках. По теории пистолического поля, по электронному парамагнитному резонансу, по ядерному магнитному резонансу. Это вот книжки Абрагамма. У нас, из нашей отечественной литературы, это книжка, есть такая по ЭПРу, знаменитая книжка, это Джулия Позырев, электронный парамагнитный резонанс. Там вот эти таблицы приведены все. На практике ЭПРщики, ЭМРщики, спектроскописты, оптики я имею. Вот это все дело очень часто используют. То есть этот метод очень популярный. Идем дальше. Ну вот здесь видно, как заменяются компоненты обычного радиус-вектора на компоненты момента. Единственное, что надо иметь ввиду, что компоненты радиус-вектора не коммутируют все равно так. Ну скажем, x, y, y, x все равно. Но когда вы заменяете это на операторы, нужно учитывать, что новый оператор, в тот же момент, там компоненты все-таки еще не коммутируют, x, y, y, поэтому нужно делать замену вот такой аккуратно. x, y заменять не просто на x, y, а на симметризованную комбинацию. Ну тогда одно и второе надо вводить здесь. Чтобы там всякие нормировки во сне сохранились. Ну вот, а вот, кстати, здесь все написано. Я зарядом все это приводил. Вот видите, все эти комбинации здесь есть. Вот эквивалентность гармоники, эквивалентного оператора Стивенса. Ну вот примеры эквивалентных операторов. А вот здесь, кстати, O2-0, ну это самые популярные O2-0, O4-0 приведены. Вот. И вот дальше комбинации C2-0, альфа O2-0, O2-0, C4-0, β-0, O4-0, C6-0, γ-0, O6-6, α-β-γ, параметр Стивенса. Вот. Ну и вот он, как выглядит эквивалентный гамминтанян уже в терминах операторов Стивенса. γ-k-o-k, а вот этот параметр А, ну вот он у меня там обозначен, B-k-u на R-k-t-c-e. Кстати, обратите внимание, вот здесь видите, вот я оттуда я пропустил, написано очень такое важное утверждение, что фактически это эквивалентный оператор, или эквивалентный гамминтанян кристаллического поля, это фактически гамминтанян одноионной магнитной анестропии. Ну, частности, для этой земли. Поэтому я добавлю к тем кадрам, которые интересуются методом операторов Стивенса, еще магнитчиков, которые занимаются редкими землями. Ну, частности, вот наши магнитчики. Правда, наши магнитчики, шоу магнитчиков тут нету. К сожалению, наши магнитчики, у них куча проблем. С квантомеханика там и так далее. Вот видите, как вот на самом деле разные кафедры, ну, у них разные истории как бы есть, да. Вот, к сожалению, у наших кафедры магнитизма, я сам магнитчик, вот, ну, эту кафедру наблюдаю очень давно, вот, и людей все там прекрасно знают. Вот у наших кафедры магнитизма, к сожалению, корни в техническом магнитизме были всегда. То есть это вот такой магнитизм электротехнической стали, вот, расчеты магнитных потерь, скажем так, вот. Это домены структуры, вот. Ну, домены структуры, это, в общем-то, такое относительно новое, ну, как, в разном варианте, конечно. Это, в общем, актуально до сих пор направление. А вот то, что касается такого хитрого магнитизма, магнитизма, скажем, антиферомагнетиков, магнитизма фериидов, оксидов, вот. Вопросы, связанные с природой антистропией магнитной и так далее, ну, к сожалению, наши магнитчики всегда там слабоваты, вот. И очень часто они обращаются к нам, вот, и наши, конечно, с ними как-то так контактируют в этом плане, пытаются что-то им там объяснять и так далее. Ну, вот, в качестве такого контрпримера, как бы, можно привести другие кафедры, скажем, вот есть сильная кафедра магнитная в МГУ. Там, собственно, две кафедры с сильным магнитным составом таким, так. Это, собственно, кафедра магнитизма на физфакте МГУ. И есть еще кафедра вообще физики для естественных факультетов, вот. которая во многих отношениях была лидером даже в МГУ и вообще вот в Союзе и в России, сейчас в России. Ну, вот эти две кафедры, они, как бы, одна на названии общая физика, вторая, значит, магнитизма, они всегда конкурируют друг с другом, как всегда бывает вообще среди людей. Вот. И, на самом деле, вот на этих кафедрах работали такие, ну, я бы сказал, выдающиеся магнитчики. Вот. Это Кондорский на кафедре магнитизма. Для этого, скажем, Кринчик Георгий Сергеевич. Ну, вот. Я Кондорский это плохо помню. А вот с Кринчиком, это я еще и сотрудничал вместе с у нас, работа есть совместная. Дальше Касим Петрович Белов на кафедре общей физики. Вот. Я тоже с ним, ну, его хорошо знаю и работал, и работа мы даже совместнее ездили. Вот. Я с ним даже в шахту спускался. Я помню, какой-то конференции по магнитизму в Донецке. Ну, Донецк, посмотрите, в шахту. Вот. Нас повезли на какую-то шахту, там, ну, какая-то такая, ну, там, соревнования, первая всякая, как раз назовеменная шахта. Присадьте себе, вон, полтора километра вниз туда надо было. Вот, мы одевали такие, ну, еще одевались, как шахтеры. Вот. Садились, это вообще надо, надо представить себе, вот, лифт. Ну, только представьте себе такую металлическую коробку, вот, лифт, да, ну, такую, а она же туда спускается все время. И часто там внизу болтается, а там же температура высокая и влаживается. То есть, короче, коробка-то, она вся ржавая такая. Ржавая, какая-то, покореженная. И когда туда садишься, и когда тебе еще, конечно, полтора километра надо туда спускаться. Как-то неуютно немножко. Вот. Потом туда спустился, но это еще не все. Потом до забоя там такая дорога как бы идет, ну, такая узкоколейка. Узкоколейка, причем там ходит такая, ну, как это, ну, не паровозик, не электровозик, а ходят несколько тележек сцепленных, да, ну, трос такой. Ну, и, короче говоря, ты садишься, там тоже концертный банк, все ржавый такой, все, начиная скрипит, и ты туда поехал вниз. Причем едешь, и там темень какая-то, и такое впечатление, что угол тут дороги, впечатление, что что-то вдруг не остановишься вообще. Нет, там где-то в конце тормозится, значит, ты все, вот, не выходишь, идешь в забой. Кто-нибудь был в шарте. Вот, писать на себе забой, вот, вот, например, такого, вот, диаметр, вот, как это комната, забыл, ну, проблый тут такой, да. Ну, тут идешь, там, тут вода, там, ну, идешь. А тут стены, они все, там, ну, как бы сделаны такие специальные, ну, как их назвать, такие какие-то блоки, такие сегментники, вот, все стенки уложены так, чтобы поддерживать, ребята, все не обрушилось. Вот, идешь, такой коридор, хороший, все нормально, а потом подходишь, смотришь, елки-палки, там вдруг начинать сужаться, вот это вот все дело. А почему сужаться? Потому что не выдержали эти вот сегменты все, так, и все, так, жалосток, и все, так, вот, какой-то из злом такой, ну, все сломано, как-то, и вот, примером, от нас, я помню, что, например, настолько вот, со всех сторон сжато все. Ну, то есть, они объясняют, нам объясняют, что, ну, там, ремонт, вот, там, рабочий ход, ну, как-то-то надо потом укреплять снова. Вот, ну, мы так шли, шли, а мы говорим, а где там, ну, врудуть эти самые уже. Ой, это говорит, еще надо километров пять идти, до забоев уже конкретно. Ну, представь, все люди, шар-то, они еще там, ну, не при царе горохе, конечно, были, но еще там до революции, там, да, царское время еще к шар-то. То есть, в каких-то километрах сейчас, вот, а там, чем хорошей Донецкой, там, очень дорогой уголь, но там высококачественный очень уголь. То есть, вот, скажем, если вам нужно высококачественный металл варить, да, то вот уголь не каждый идет, в общем, ну, там, потому что, вот, скажем, в Сибири, огромное количество, там иногда открытый способ, он добывает, но он некачественный очень. И вот тут украинский этот самый гуголь высококачественный, поэтому, несмотря на то, что это вот экономически невыгодно, но вот в СССР это все дело, значит, продолжали. И вот мы так магнитчики туда спускались. Я помню фотографии, если они там еще МГУ и мы с Паму Сергеем Валентиновичем были. Вот так. Так вот, это, видите, магнитоняне, магнитонянестропии, почему? Ну, действительно, вот представьте себе, что у вас магнитоняне, я лучше вперед-завтра мне забегу, представьте, что у вас гамнитоняне, значит, видите, вот слагаемые такие появляются, вот слагаемые с гармоникой заменяет, оп, 3jz квадратный наносит квадратный. Да когда же слагаемые, как раз, будет соответствовать анистропии. Анистропии в зависимости от знака константы, который будет стоять перед анистропией, это будет анистропия типа легкой оси или типа легкой плоскости. То есть, в целом, гамминтонян кристаллического поля, вот в таком варианте метода эквивалентных операторов, просто автоматически сразу же дает гамминтонянестропию. Тем самым, для магнитчиков, например, занимающих редкими землями, то супер важным становится этот гамминтонян и его анализ. Схема среднего поля. Вот схема среднего поля, видите, вот здесь базис мы выбирали для расчетов теории сгущений. В качестве базис мы выбирали СЛЁ функции, СЛЁ функции, и функции СЛЁ мультиплетов. Схема среднего поля, ситуация немножко иная. Схема среднего поля у вас спин орбита слабая считается, ну, по сравнению с кристаллическим полем. И эта спин орбита не связывает СЛ в полный момент. Ну, что значит не связывает? Она пытается связать, но представьте, что поле сильнее, оно вмешивается, раньше вмешивается и мешает связать СЛ в суммарный момент. Поэтому в качестве базисной функции, вот здесь видите, как работает математика, физик в этом случае думает так, ага, эти функции будут плохими. Почему? А потому что они учитывают более слабое возмущение спин орбита до более сильного кристаллического поля. Поэтому нужно вначале кристаллическое поле учесть. Но в схеме среднего поля предполагается, что электростатика уже как бы учтена. А значит, в этой схеме мы работаем на функциях ЛС, МЛ, МС. Вот на таких функциях. И поехали к историческому полю. МЛ, МС, МС, МС то же самое. Вот матрица. То есть фактически, если здесь спин убрать функции, то просто матрица будет на элемент функции. То есть все похоже, но только вместо полного момента надо орбитально только оставить. И вот эту матрицу нужно диагонализовать. Ну, я бы сказал так, что часто на самом деле вариант схемы среднего поля выбирается немножко другим. Дело в том, что когда вы рассчитываете электростатику, вам приходится точно такую же матрицу считать. Только вместо ВКП В и Е представляется. Так сразу вопрос возникает. Да в чём же тогда надо? Зачем по отдельности считать, когда можно сразу вместе считать их? Поэтому очень часто на самом-то деле рассматривают в схеме среднего поля рассматривать в качестве базиса для теории возмущения. Так будем говорить. ЛС функции и учитывают одновременно и электростатику и кристаллическое поле. Это лучше. Почему? Уже тогда не надо заботиться о соотношении между ними. Мы можем тогда использовать эту схему для расчётов, когда ВЕЕ порядка ВКП. Даже больше или меньше ВКП. Всё равно. Это удобная схема. Что мы получаем в результате? Ну, как правило, нужно, во-первых, учитывать симметрию. То есть что мы делаем? Я оставлю только L, M функции, L, M функции. Как работает здесь симметрия? Вы от L, M функции, которые дают базис представления D группы вращений, переходите к так называемым L, гамма, мю функции, которая представляет базис неприводимого представления D гамма группы симметрии. Ну, или группы симметрии кристаллического поля. Или группы точной симметрии, говоря. Эти функции, это есть линейные комбинации, сумма, ну, скажем, какие-то коэффициенты альфа, я их назначу. L, M, L, гамма, мю, L, M, L. То есть вы просто выбираете комбинации из базисных функций, которые преобразуются по неприводимому представлению группы симметрии кристаллического поля, группы точной симметрии. И тогда вы автоматически, тем самым, диагонализуете эту матрицу с помощью теории группы. Почему? А потому что относительно точной симметрии вашей, этот гаммельтонян, это инвариант. То есть он преобразуется по представлению гамма-1 всегда, тождественному представлению группы симметрии. Ну а электростатического поля скаляра тоже по представлению, тождественному естественному. Любой группы еще преобразуются. И тогда в результате, для того чтобы рассматривать эту матрицу, вам достаточно вот такого типа записать матрицу. Л-гамма-мю, В-к-п, ну я в спину выбросил, Л-гамма-мю, Л-гамма-мю. И эта матрица, даже давайте так я сделаю, давайте все штрихи поставлю здесь, о, вот так вот даже. Так вот, теория групп, не за что говорит. Поскольку этот оператор преобразуется по гамма-1, это означает автоматически, теория Виггер-Реккерта, что гамма и гамма-штрих должны совпадать. То есть это должно быть одно и то же непривидимое представление. И мю и мю-штрих должны совпадать. И кроме того, этот матрица от мю не должен зависеть. А значит, я тогда пишу в результате вот что. Дельта, Л, Л-штрих, гамма. К сожалению, правда, видите как. Вот, Л-штрих здесь должно оставаться. Почему? Потому что теория групп здесь говорит все, что касается точечной симметрии, а относительно группы вращения, к сожалению. То есть фактически в этом случае удается дегонализовать полностью матрицу христаллического поля, но только при фиксированном L. То есть, если я не рассматриваю разных L. А значит, пренебрегая взаимодействие термов. Но для определенного термов теория групп полностью задачку решает. Потому что матрица при переходе к новому базису становится диагонально просто. И тогда я здесь могу написать не Дельта, Л, Штрих, Гамма, а просто Дельта, Л, Гамма. Все. И эти величины будут давать для определенного терма, энергии, ну и поправки к энергиям за счет к историческому поля. Ну это я рассказываю здесь о расчете еще вот этой части матрицы, ну а еще и электростатика. Ну электростатика вам дает просто энергетям. И наконец, вот мы приходим в результате. Вот смотрите, здесь результат расчета как бы представлен, спектра уже. Вот берется конфигурация... Ой, черт возьми, тут еще надо смотреть какая конфигурация, это Д2 по-моему. Д2. Черт, видите, я не написал здесь. Возьмите конфигурацию, скажем, Д2. Д2. Вот. Вот. Здесь параметры присталического расщепления Дельта. Если Дельта равно нулю, это Сибитрия кубическая, то есть там всего один нетривиальный параметр присталического поля, это параметр присталического расщепления, или 10 ДК мы его называли. Если этот параметр нулю равен, то мы имеем дело со спектром свободного иона. Вот термовая структура, которую здесь я приводил. Вот терм 1С максимальную энергию имеет. 3F терм, как нижний, это хундовский терм. Вот 3P еще есть терм, который по спину то же самое, но у него орбитальный момент поменьше и так далее. Это вот структура термов свободного атома. А затем я включаю кристаллическое поле. И ясно, что у меня энергии меняются. И я в результате получаю то, что называют сегодня диаграммами Танабе Сугану. Танабе Сугану. Ну, не богат, что это два японца. Танабе Сугану. Вот. Танабе Сугану. Ну и очень известный японцы. Очень. И еще есть вот приятель Морья. Морья. И есть работы в таком варианте. Танабе Морья Сугану. Танабе Сугану. Вот она, Танабе Сугану. Очень известные японцы. У них, кстати, есть книжки еще. Книжки вот. То, что я сейчас рассказываю, есть книжки, к сожалению, только вот японские такие. Правда, есть и не наш вариант. Это некий такой, я бы сказал, перейдер. Это японская книжка. Не очень удачный, но есть, тем не менее. Вот. Так вот, что здесь мы видим? Ну вот возьмем терм, скажем, ну какой вот здесь. Вот 1D, скажем, я беру термом. 1D. А ну давайте ладно, человек с нищим. Вот с фундовского терма. Значит, непривидимое представление, по которому преобразуется терм 3 в орбитальную часть. Орбитальная часть, естественно, функции, потому что я спиновую часть здесь не рассматриваю. Спинового расщепления никакого здесь нет. Если f, то это значит L равняется 3. Я взгляну представление D3 группы вращений. По нему преобразуется орбитальная функция F-терма. Вот. В группе куба это непривидимое представление разбивается на несколько непривидимых. A2 или γ2 его обозначают. Я напомню, что непривидимое представление точечной группы они дворяко обозначаются. Либо так называемое квантохимическое обозначение, или обозначение маленькое, либо обозначение BT через γ. Так, это A2 плюс... Дайте я взгляну сейчас. Так. Так, A2, ну да, T1, T2. Плюс T1, плюс T2. Ну или γ2 плюс γ3. Нет, не γ, а не γ4. И плюс γ5. Вот обозначение BT. То есть, фактически, что мы автоматически получаем? Что вот этот вот индекс γ здесь, примерно три значения. Представление A2, это одномерное. T1, трёхмерное. И T2, трёхмерное представление. Ну, всего получаем сколько у нас? 1, 3, 3, 7. Ну, D3, это как раз семикратная. Матрица 7 на 7. Это семикратное представление. Таким образом, мы получаем три новых уровня. Три новых уровня. Которые так и можно обозначить. A2, T1, T2. Ну, спин, там тройка. Поэтому, на самом деле, с учётом кубической симметрии, 3FT. Вот теория Грук предсказывает. Смотрите, теория Грук предсказывает. Расщепится на 3F2T, 3T1T и 3T2T. То есть, один синглет будет орбитальный. Спиновый триплет, может быть. Один триплет орбитальный и спиновый триплет. И ещё один триплет орбитальный. Он же и спиновый триплет ещё. Ну, теория Грук не говорит о том, как они будут расположены. Которые выше, которые ниже. Ну, а здесь уже расчёт показывает для актеэндрической симметрии. Видите, вот нижний 3T1, оказывается вот он. Причём, в этих диаграммах энергия всегда отсчитывается от основного состояния. Видите, что получается? Вот у меня историческое поле меняется, растёт. Вот этот терм 3T1, ну, как-то будет понижать энергию. Но если я отсчитываю энергию всегда от него, от терма нижнего, да? То его энергия будет нулю, соответствует на графике. Теограмма Танабе-Сугана. Терм 3T1, потом смотрим, вот он. 3T2, вот этот. И, наконец, 3А2. Вот они разбежались. К чём вы обратите внимание? Вот этот 3А2. Видишь, куда? Видишь, куда он его? Куда он забежал? И вы можете посмотреть, насколько сильно в данном случае у вас, скажем, эффект кристаллического поля по сравнению с электростатикой. Правда, анизотропной электростатикой. То есть с электростатикой, которая управляется параметрами F2 и F4. То есть термовой структуры определяет. Видите, вот, например, при значении параметра дельта 2 на 10 четвёртый. Сейчас я скажу электронно-вольт, это сколько. Один электронно-вольт это 8000 обратных сантиметров. Значит, 20 это примерно 2,5, да? То есть это 2,5 электронно-вольт. Расщепление в кристаллическом поле. Вот это. 2,5 электронно-вольт. Смотрим, видите? При этом у вас уровень 3,2 аж выше, чем максимально высокий терм в свободном атоме. То есть это уже означает точно, что энергии кристаллического поля 2,5 электронно-вольта хватает для того, чтобы все эффекты электростатики перебороть. То есть всё, в этом случае уже кристаллическое поле будет главенствующим фактором, определяющим структуру. Ну и все остальные термот очень так же, видите, и взять, и мы получаем довольно сложную структуру. Вот что с ней делать? Ну, во-первых, для магнитчика сразу вывод какой? Ага, основное состояние 3Т1. Спин единица, это хорошо, магнитчик скажет, хорошо. Так еще орбитальный момент Т1, это триплет орбитальный. А мы с вами говорили, что орбитальному триплету можно поставить, соответственно, эффективный орбитальный момент единицы, так же как П электронно. То есть здесь оказывается незамороженным еще и орбитальный момент. Ну, магнитчик природу поблагодарит в этом случае, потому что он видит, что здесь можно где-то руки нагреть на величине орбитального момента. Вернее, ну, собственно, и полного момента, значит так. То есть спин единицы, ну, спин максимальный для двух электронов, так. Ну, еще и орбитальный момент. Если орбитальный момент в свободном состоянии, здесь какой у нас был? Здесь был терм 3F, это был тройка орбитальный момент, тройка. Вот. Ну, сейчас эффективный орбитальный момент стал, единица. То есть частичное замораживание произошло, конечно, но не полное. Вот эти диаграммы Танава и Сугана, они во многих книжках приведены. И народ имеет, причем не только физики, но и химики балуются. Так, потому что химики, например, используют, да и физики используют эти схемы, например, для расчета спектра фактических. Ну, например, смотрите, пусть у вас, скажем, известно, что параметры исторического поля, ну, 2 на 10, 4, да, вот так вот, двойка, скажем. Вот вы проводите такую линию, вот спектр нашли, но смотрите на эксперименте, вот соответствующие линии где-нибудь будут или нет. Ну, или наоборот, вот вам, скажем, какое-то соединение с конфигурацией, где работают ионы группы Желент, с конфигурацией D2, это что же у нас такое-то. Д2, ну, скажем, хромчик трехвалентный D2, или ванатный трехвалентный, вот ванатный трехвалентный, ванатный какой-нибудь, да. Вот. Вот вы смотрите, спектр у него какой-то там какие-то линии поглощения там и так далее. Ну, вот вы думаете, что часть этих линий, наверное, связана, скажем, с вот этими переходами, может быть, здесь. Это так называемые DD-переходы. По-английски их называют, ну, почему DD-переходы? Потому что все эти состояния, это D-состояние, на самом-то деле. У него. По-английски их называют Crystal Field Transitions, Crystal Field, ну, то есть переходы кристаллического поля называют. По-русски так как они говорят, их называют обычно внутри-емные или внутри-конфигурационные переходы. Почему? Потому что все эти термы, термин конфигурации одно и то же, D2. Кстати, эти переходы, на самом деле, как электродепольные, запрещены. Почему? Вспомним электродепольный переход. Разрешен только между встанями разной четности. Все эти состояния имеют одну и ту же четность. Это черные все состояния. Почему? Потому что D-электрон описывается четной функцией. Ну, вам два D-электрон, тем более. Правда, штучки, тем более, как-то да, что-то еще более-то четное. Более четное не бывает. Поэтому экспериментаторы действуют очень просто. Вот они берут вот по этой оси, откладывают прямо спектр поглощения здесь. Потом проводят прямые линии, так, и смотрят, как они пересекаются, где они пересекаются. Если они пересекут вот эти все термы в каких-то определенных линиях, теперь если их соедините, вернее линия, точки. Если их соединить эти точки прямой линии, ну, если удастся, то тогда я могу найти значение параметра дельта. Ага. И воскликнусь, смотри, работает здорово. Ну, чаще всего не повезет, конечно. А что лучше не повезет? Ну вот, можно считать, что для одного перехода, пересечения вот в этой точке, для второго, например, вот в этой точке, для третьего вот сюда уйдет и так далее. Ну, обычно в этом случае что делают? Он проводит так, средний вопрос, и находит, ну, как и средний значение. Дает, его смотрят в отклонение, ну, говорят, ну, может быть, конечно, отклонение. За счет чего? Ну, вот видите, мы с вами, например, договорились, что в этой матрице есть недеканальный поле, матричные элементы. То есть, фактически, историческое поле, это означает, может приводить к перемешиванию термов. Перемешиванию термов. Это очень важный эффект. И, конечно, поправки, например, какие-то он может уже давать, ну, и когда-то они будут больше, когда-то меньше. Вот все нужно анализировать. Вот. И вот этой спектроскопии без состояний, дальше магнитным аспектом этой задачки, то есть магнитный аспект, это, конечно, вот, когда речь идет о вас об основном состоянии. Ну, народ занимается, это, в общем, всегда такие актуальные задачи. И, в общем, я бы сказал, что иметь навык, иметь понимание всех этих проблем, ну, это, в общем-то, сегодня для профессионала физика такой вот вопрос неизбежный. Ну, и, кроме того, обозначение. Вот вместо 2s плюс единица a термов, в кристаллическом поле говорят о кристаллических термах. Кристаллический терм обозначается 2s плюс единица гамма просто. Или вот так, как здесь написано. Например, что это будет означать? 2s плюс единица, вот этот терм, как обозначен? 2, 3, f, t1, 3, f, t1. Ну, иногда f скобочки еще вводят. Ну, иногда f вообще выбрасывает. Ну, дело в том, что тогда надо будет говорить, из какого терма произошел этот терм. Почему? А потому что у вас, смотрите, вот есть терм 3, t1, и вот еще есть терм 3, t1. Это терм одинаковый симметрии. А что это, кстати, означает? Теорию групп вспомнил. Все состояния одинаковой симметрии всегда перемешиваются. Все состояния одинаковой симметрии перемешиваются. И вот это здесь видно, видите, что получается. Вот 3t1 терм, и вот 3t1 терм. Обратите внимание, что вот эта вот линия, она такая непрямая. Ну, как бы эти два терма одинаковой симметрии, они как бы так вот расходятся с увеличением дельта, через силу гнистолического поля. Ну, то есть, они отталкиваются. Ну, известно, что взаимодействующее состояние всегда отталкиваются друг от друга, ну, по энергии имею в виду. То есть, чем больше взаимодействие, чем больше они начинают разбегать. Ну, кстати, и такие термы еще можно найти. Видите, вот 1e, например, который из 1g произошел, так? И вот 1e, который произошел из 1d. Термы, они видят тоже непрямые линии у них, они тоже отталкиваются, потому что это термо одинаковой симметрии. Смотрим здесь 1 на 1, значит, где-то есть еще 1 на 1. Вот он. И это тоже, видите, вот они, этот из 1s произошел, а этот из 1g произошел. И они тоже отталкиваются друг от друга. А вот термы, которые один раз встречаются здесь, ну, какие это термы? Посмотрим, 3t2, например, вот он термом. Больше такого терма нет, 3t2. Видите, прямая линия здесь будет. Ясно, что его энергия... Мы прямо смотрим, вот видите, вот она... Если у вас термы один раз встречаются, ну, вот энергия просто будет зависеть линейно от силы и исторического коллекса. Если же термы одинаковые, нужно будет учитывать их взаимодействие, значит, дополнительная диагонализация на матрице и так далее. Так что вот это анализ тоже. 1t2, например, так. Смотрим 1t2. Вот есть тоже, видите. Поэтому, на самом деле, эта картинка, она включает в себя такие линейки, в случае, если термы однократные, так. Либо нелинейные линейки, в зависимости от силы и исторического коллекса, речь идет о взаимодействии. Ну, иногда бывает так, что не два терма взаимодействия, то есть там три му, там все, от какой-то конкретной ситуации зависит. Идем дальше. Ну вот, до схемы сильного поля дойдем и сегодня мы будем закончить. Итак, схема сильного поля. Ну вот мы о ней уже тоже говорили, я очень быстро просточу. В схеме сильного поля предполагается, что кристаллическое поле действует непосредственно на одноэлектронное движение. И в этом случае вы в качестве базисной функции и вообще в качестве базиса выбираете одноэлектронное состояние. И вначале решаете задачу влияния кристаллического поля на одноэлектронное движение. Ну что это означает? Это означает, что вместо 3D функции вы сразу же вводите EG и D2G функции сразу же. А затем из них уже строите многоэлектронные конфигурации. Вот это типичный подход, типичная математика как бы, так, в случае сильного поля. И вот здесь представлены конфигурации сильного поля. Вот видите, вот они, конфигурации. Опять моя ошибка, что D2 и тут D2. Это Титан 3+, и 3D1. Ну естественно, что в случае, если у вас поле артеатрическое, тогда у вас D2G будет сидеть внизу, а EG вверху. Мы с вами тоже об этом говорили. Значит, картинка вот так будет выглядеть. Это трехкратное выражение, а это двукратное выражение. Ясно, что электрон D1, если он один, вы его посадите в D2G состояние. Если два электрона, то тоже D2G состояние. Если три электрона, то D2G длирует конфигурацию у вас. Вот. Если четыре электрона, D2G 4, D2G 4. Вот видите, столбики есть. Справа написано, низкоспиновое состояние, низкоспиновое состояние. В чем разница? Дело в том, что я могу садить электроны в эти состояния, вообще не задумываясь о взаимодействии электронов. Ну, мы вспомним, они же взаимодействуют. Вот, в частности, в принципе, правила HUNDA, это и есть некий результат их взаимодействия. Так вот, давайте договоримся. Будем ли мы учитывать правила HUNDA или нет? То есть, будем ли мы формировать многоэлектронную конфигурацию, требуя, чтобы правила HUNDA всегда соблюдались. В этом случае, ну, если правила HUNDA соблюдается, а вот правила HUNDA всегда, правила HUNDA предпочитает высокий спин, максимально высокий спин. Так вот, соответствующую организацию многоэлектронной конфигурации мы будем связывать с высокоспиновыми состояниями, с высокоспиновой конфигурацией. Ну, иногда говорят, что HUNDA конфигурация. Ну, а если мы, тем не менее, будем заполнять эти состояния, не взирая на правила HUNDA, а требуя всего лишь минимума энергии исторического поля. Ну, то есть, до упора будем 2G конфигурацию вначале заполнять, ну, потом ее заполним. Сколько сюда войдет? 6 электронов. Ну, 6 электронов вошло, потом мы уже начнем заполнять и так далее. Не взирая на правила HUNDA. Мы тогда, в этом случае, конечно, будем иметь то, что назовем низкоспиновыми конфигурациями. Хотя это не означает, что эти две конфигурации могут совпасть, не будут совпадать. Вот смотрите, пожалуйста, до D3 эти совпадают конфигурации. В том и другом случае мы всегда можем обеспечить максимальный спин. То есть, удовлетворить правила HUNDA даже в случае, если все электроны садятся сюда. То есть, удовлетворяем и правила HUNDA и энергии исторического поля. А вот D4 уже проблема. Я сказал, что четвертый электрон мы можем посадить в T2G состояние, только компенсируя спин. Ну, действительно, T2G в трехкратно выраженном уровне. Вот три электрона садимся параллельными спинами, грубо говоря, да? Конфигурация T2G-3. Значит, спин будет три вторых. Спиновая мультиплиентность четверка, вот они. А четвертый электрон посадили. Но его тогда мы должны садить в ту же оболочку, но с противоположным спинами. Вместо три вторых будет одна вторая. Вот он здесь и записан, видите? Спин. Так, ты уже 4. А нет, не одна, а вторая я спитал там. Спина единицы будет, да? Вот он, тут термин. Со спинами единицы будет основным. А с другой стороны, если мы в правилах HUNDA будем требовать, так? Вот. Невзирая на то, что мы можем проиграть в энергии исторического поля. Ну, тогда мы неизбежностью должны четвертый электрон посадить в еже состояние. С тем же параллельным спином, тогда у меня три спина параллельно будут внизу и один параллельно и вверху. И полный спин будет двойка. Видите, вот он. И термин будет 5Е. Высокоспины. Они различаются. Дальше D5 конфигурация. Ну, в случае низкоспиновых сайтов мы продолжаем заполнять 2G оболочку. Она будет уже практически заполнена. И спин здесь будет одна вторая. Вот мультиплиентность двойка. Но с другой стороны я могу получить при пяти электронах спин пять вторых. Но для этого я должен три сюда посадить. И два сюда. Ну, вот конфигурация будет D2G3, EG2 вот она. И спин тогда максимальный пять вторых. Спина мультиплиентная шестерка. Дальше. D6. D6. Ну, если я удовлетворяю прежде всего запросом кристаллического поля, я шестой электрон сажу сюда и полностью заполняю эту оболочку. Ну, тогда спин вообще ноль будет. Видите? D2G6. 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 Ага, вот. Вообще спин ноль. Спин и мультиплиентность в виде единичка. Но с другой стороны я могу шестой электрон посадить в ежесостояние. И тогда все-таки я выиграю и спин получу двойку снова. Большой. Видите? Либо ноль, либо два. Ну, здорово. Разница есть. Седьмой электрон. Ну, то же самое. Я либо сажу в седьмой электрон ежесостояние, так, и получаю спин всего лишь одна вторая. Либо я сажу в седьмой электрон, образую еще дырочку, то есть убирая в Т2G оболочке один электрон. Здесь, значит, будет сидеть у меня пять, и здесь два. И в этом случае я спин могу все-таки получить значительно больше в конфигурации D7. Это будет три вторых. Ну, и, наконец, две последние конфигурации. D8 и D9. Тут вариантов нет. В том и другом случае одинаковые конфигурации. Соответственно, спин максимальными единицами и одна вторая. Все. То есть, вот выделены здесь как раз, выделены вот эти конфигурации. Вот они, видите, выделены. Конфигурации, в которых у вас в случае низкоспины и высокоспиновых состояний, спины разные будут. В основном для основного терма. Ну, и, собственно, и термотом будут разные. Вот. Это раз. Причем, в случае высокоспиновых состояний мы добиваемся для D оболочки максимального спина 5 вторых. В случае наполовину заполненные оболочки. То есть, конфигурация D5. Ну, кстати, в этом случае D2G3 и D2 конфигурация тоже наполовину заполненные D2G и D2 оболочки. Спин максимальный. Вот. Но в случае, значит, низкоспиновых состояний, вообще максимальный спин у нас, вот смотрим, видите, вот здесь вот единица. О, три вторых максимальных спин. А в случае высокоспиновых состояний 5 вторых возможно. И двойка еще возможна, да? Ну, и три вторых тоже. Вот такая ситуация. О чем это говорит? Это говорит о том, что если у вас в системе есть некая конкуренция электростатики и исторического поля, то вы можете вообще, так говоря, попасть в ситуацию, когда эти два варианта энергетически примерно одинаково выгодны. Эта ситуация чрезвычайно, вообще говоря, привлекательна, особенно для прикладников, так? Потому что в этом случае вам, ну, возможно, удастся получить эффект переключения низкоспинного и высокоспинного состояния. Причем, дай бог так, может быть, за счет какого-то слабоэнергетического возмущения. Ну, например, слабым магнитным полем, небольшим изменением температуры, небольшим давлением там и так далее. И вот все эти варианты здесь есть. То есть нужно рассматривать конфигурацию, видите, от D4 до D7 включительно. Вот они, вот эти вот четыре строчки. То есть мы можем прямо сказать, какие ионы в этом смысле интересны. Ну и еще я хотел обратить здесь внимание на орбитальное состояние. Вот, я пока говорил о спине, но видите, здесь все время и орбитальные состояния их меняются. Орбитальные термы другие. Вот, если у вас в высокосимметричном, ну, скажем, кубическом, орбитическом окружении основное состояние орбитально вырождено, мы говорим, что речь идет о так называемом Янтеллеровском объеме. Янтеллеровском объеме. Ну, есть два типа орбитального вырождения. Это двукратное орбитальное вырождение или, в данном случае, это Е-термы. Вот они, Е-термы, Е-термы, Е-термы и трехкратно вырожденные орбитальные уровни. Это Т1 или Т2 термы, вот Т1, Т2, Т1, Т2. Вообще, обычно, в более узком смысле, Янтеллеровскими ионами называют ионы орбитальное выражение которых двукратное, то есть Е-типа. Вот смотрим, какие ионы. Для низкоспиновых состояний это, значит, конфигурация Д9, это фактически медь двухвалентная, и кобальт двухвалентный или никель трехвалентный, вот они. Вот здесь они голубеньким выделены. Это ионы, которые так и называют Янтеллеровскими. Ну, вот, повторяю, в узком смысле, в литературе, именно эти ионы с орбитально вырожденным дублетом называют Янтеллеровскими. Высокоспиновых состояний, немножко ситуация другая, это вот терм для конфигурации Д4, это либо марганец трехвалентный, либо хром двухвалентный, 5Е, кстати, здесь обратите внимание, спин двойка, большой очень. Вот здесь это спин, одна вторая. Либо это вот та же медь двухвалентная Д9 конфигурация. Ещё в более узком смысле Янтеллеровскими ионами считают ионы вот этот и этот. Вот реально чаще всего марганец трехвалентный. Дело в том, что хром двухвалентный это довольно редкая валентность хрома, а вот марганец трехвалентный это очень популярная валентность марганца. Ну и медь двухвалентная, видите, медь двухвалентная во всех случаях она выступает Янтеллеровским ионом. А вот здесь, например, тоже Янтеллеровский ион, но кобальт двухвалентный и никель трехвалентный, это всё-таки тоже более такие экзотические валентности ионов группы железа. Поэтому в самом узком смысле вот эти вот ионы конфигурации Д9, Купру 2+, и конфигурации Д4, марганец 3+. Ну, правда, сюда ещё можно было железо 4+, написать. У него точно такая же конфигурация. Да, железо 4+, ну то есть ясно, что если ему 4+, то надо отсюда передачить сюда будет конфигурация. Ну, это тоже Янтеллеровская конфигурация. Ну, я немножко вам говорил про эффект Янтеллера, что в этом случае у вас возникает некая такая структурная неустойчивость, которая разрешается, то есть снимается тем, что у вас снимается вырождение электронное, ну и снимается вырождение структурное, то есть октайдер ваш искажается. Причём эти искажения будут согласованы, ну так условно скажем, скрелированы или согласованы в фазе, можно даже сказать, с электронным расщеплением или со снятием электронного вырождения. Поэтому реально возможны две ситуации, как говорят, статического эффекта Янтеллера. При нём, скажем, артайдер ваш может исказиться вдоль, ну растянуться и изжаться вдоль одной из осей четвёртого порядка. При этом у вас орбитальное выражение снимется, ну и структурные искажения появятся. Либо этот эффект может носить динамический характер, ну как это будет выглядеть? Поскольку в октайдере у вас три оси эквивалентны, то есть четвёртого порядка, ну и X или X, то на самом деле вот это вот растяжение или сжатие, оно может переходить от оси X к оси Y, либо к оси Z. И вот этот классер, он дышать так. В буквальном смысле дышать так, то есть растягиваться, значит по одной оси, потом по другой, по третьей. Это всё такое в динамическом эффекте будет скоррелировано с изменением электронного состояния при этом. Своебрасный очень эффект Эна Теллера. При этом состояние всей системы в целом, они будут скоррелированы в том смысле, что нельзя будет волновую функцию такого состояния разбить на произведение электронное и структурное. Хотя казалось бы, во всех случаях всегда это можно было везде. Вот в случае динамического эффекта Эна Теллера, в случае исторического эффекта Эна Теллера, это сделать нельзя. Это один из примеров такого, ну я бы сказал, как это сейчас называют, по-русски даже не могу перевести. Энтанглмент, как вот по-русски? Энтанглмент по-русски это типа перекручивания, по-моему, да, перекручивания. А знаете, вот эти такие состояния с энтанглмент, энтанглд состоянием, они сейчас очень модно рассматривать, они рассматриваются как состояние, на которых можно формировать, скажем, компьютеры, квантовые компьютеры. Вот, и вот в связи с этим я примерно, из вчерашних, я вам уже говорил, что я каждый вечер постоянно смотрю все публикации в электронных журналах. Ну вчера смотрю уже там где-то, вроде спать уже надо ложить около двух часов. То есть забыл посмотреть, что полез в этот компьютер, уже неохота. И вот листают, ну, статья, наверное, подсорник появилась за вчерашний день, но листа, листа. Тут смотрю, знакомая фамилия. Статья начинается, первая фамилия Анна Пассаженникова. Ну и плюс там несколько американцев. О немцах и американцах. Нет, не американцы, а англичан, а англичан, а немцы. Первый автор Анна Пассаженникова, причем стоит с девяточкой. Это значит тот автор, к которому нужно обращаться, если вопросы какие-то появятся и так далее. Это обычно тот, кто, кстати, посылает. Анна Пассаженникова, у нашего гостиницы, девушка у нас такая была. Красавица. Она сейчас... Ну, она, во-первых... Ну, она такая натуры была, такая... Непростая была натуры. Она рано вышла замуж за какого-то нашего же выпускника, кстати. Вот. Он в середине 90-х годов, ну, там, знаете, такой бизнес какой-то все делали, ребята, туда-сюда. Вот там магазин был такой, на углу Ленина и Вайнера. Ну, сейчас там компьютеры. Это магазинчик. Знаете, да? Магазинчик. Вот он повладел этим магазинчиком, так же, наш выпускник. Ну, потом что-то как-то, там, у него не пошло, то ли у них не пошло, ну, и как-то они разошлись. Ну, что, молодой такой был брак. У него, хотя парень, помню, симпатичный такой. Так парень-то, хороший внешний. Она уехала потом в Европу. И вот по Европам там, я помню, работала в Бельгии, Голландии, Германии. Потом я узнав, что она вышла замуж за сына директора института в Дрестене. Я очень хорошо знаю Гельман Теши, папа Теши. Он, правда, сейчас умер от брака не был. Вот она. А мама у нее тоже наша выпускница, конечно. Ну, кстати, нашей, конечно. Смотрите, все подозревесно. Вот. И вот сейчас смотрю уже по аффилейшим дансам. Смотрю в статей. Анна уже работает сейчас. Причем в двух местах. Значит, Германия, там у нее Аглеса, Германия и Англия. Вот. Вот так вот. Тебе, девушка, ну что я представлю? Вот вы тут сидите, ребята здоровые, так. Вот. Это Анна. Причем я говорю, что это такая вот натура, знаете, как непростая. Не то, что ботаник. Анна не ботаник точно. Вот. То есть она не любительница жизни одновременно. Что-то считает. Вы посмотрите эту работу. Можете в Канбат зайти. А ты сдам. Я вам давал уже адрес. Посмотрите эту работу. Вот как раз это. И там интересно очень введение. Причем я вижу, что, скорее всего, она и написала. Почему? Потому что, ну, наш английский все-таки, да, я бы его не звал так русский английский. Его всегда узнаешь. Ну, как-то по простоте какой-то. Что-то бесхитрость. Витиеватости никакой нету. Кстати, они тоже пишут без витиеватости. Витиеватости. Но это витиеватость дорогого стоит. Или невитиеватость англичан дорогого стоит. То есть у них вот язык часто очень простой, но он правильный очень. А у нас просто простой. А правильность это там вопрос второй. Вот. И вот это узнаешь. Я чувствую, что это точно написал. И там введение очень интересно. Вот она буквально там в каких-то вот там одной странице вот как раз вот написал. Что такое? Что такое там, где это все используется? И, кстати, там ссылки хорошие. Можно найти, как это все в компьютерах используется. Вот так вот. Интересно. Видите, как? Все на сегодня. Вот так вот. Бам! А, я возьму. Ну, дверь тут даже еще не будет пригодиться. Ну, все. Продолжение следует. По сл hot дороге. День, по-английски. Да, смотри! Там жеulfи там про шорик.